При открытых дыхательных путях давление всегда уравнивается с атмосферным, но оно может уравниваться в разных условиях. До вдоха у нас, смотрите, открытая голосовая щель, транспульмональное давление небольшое, 4 мм трансплевральное. В легких здесь давление равно атмосферному, движение воздуха не происходит. Инициируется вдох, грудная клетка и диафрагма увеличивают объем грудной полости. Диафрагма за счет усилия, за счет своего сокращения становится более плоской, объем грудной клетки увеличивается. Следом вынуждена идти стенка плевра, потому что плевральный мешок замкнут, здесь отрицательное давление. Следом вынуждена идти легкая. В полости альвеола, в полостях легких, создается отрицательное давление. За счет разницы между отрицательным давлением здесь и нулевым относительно атмосферного давления здесь, создается вдох. Это акт произвольного вдоха. Выдох, эластическая тяга легких тянет легкое внутрь. Мы расслабляем грудную клетку. Спокойный выдох происходит без участия мускулатуры. И забегая вперед, скажу, что аппаратный выдох тоже всегда происходит за счет только лишь эластической тяги легких. Сейчас, наверное, это и давно уже нет на рынке аппаратов с активным выдохом. Поэтому за счет эластической тяги легких происходит пассивный выдох. Вот расслабилась грудная клетка, грудная стенка, позволила легким сомкнуться. Эластическая тяга сделала давление в легких выше, чем атмосферное, чем ноль вот здесь. И при открытой голосовой щели происходит выдох. Опять же за счет градиента давления, за счет разницы давлений внутри и снаружи легкого. Если нам потребуется форсированный выдох, речь, кашель, значит, что происходит при этом? Воздействуется вспомогательная мускулатура, это и межреберные мышцы, это и брюшной пресс, особенно при кашле. Голосовая щель частично смыкается, давая возможность создать здесь высокое положительное давление. Затем голосовая щель открывается и форсированный поток воздуха выталкивает инородные тела или все, что угодно, все, что здесь скопилось, чему здесь не место, из дыхательных путей. То есть акт кашля тоже требует координированной работы мышц выдоха и голосовой щели. Это сложный акт, который легко очень нарушается при нарушениях работы дыхательной системы. Давление в дыхательных путях при этом может варьировать в очень-очень широких пределах. Легкое очень хорошо переносит колебания давления тогда, когда оно создается извне. Если изменение давления создает грудная стенка, то легкое фактически оказывается шинировано хорошим мощным мышечно-реберно-костным каркасом. И может создаться высокое давление без риска баротравм. Вот здесь на картинке, посмотрите, это трампет, это волторнист, музыкант, играющий на волторне, когда он играет ноту. Легкое создает, нет, не так, грудная стенка и мышцы брюшного пресса создают давление в 150 сантиметров водного столба. За счет которых он извлекает эту самую ноту. То есть, будучи обжатым со всех сторон, легкое спокойно переносит достаточно высокое давление в дыхательных путях без риска развития каких-то баротравм, пневмотораксов, гемфизем и прочее. С отрицательным давлением все немножко сложнее. Требуется значительное усилие, чтобы создать разрежение в дыхательных путях при замкнутой голосовой щели. Но мне удалось однажды создать разрежение минус 100 сантиметров водного столба, когда тестировали наркоз в дыхательную аппаратуру. Но это сопровождается достаточно неприятными ощущениями. И регулярное создание в дыхательных путях отрицательного давления – это негативный эффект, с которым можно и нужно бороться. Это то, что приводит к коллапсу альвелу, это то, что приводит к продеванию жидкости через олиолярную стенку. В общем, это вещь однозначно негативная, которую не нужно допускать у наших пациентов. Зато создание давления изнутри, когда оно не шинируется, легкое, когда оно не шинируется, работая мышц, работая костного каркаса, легкое очень сильно не любит. Поэтому здесь пределы безопасности гораздо меньше. И считается, что безопасным давлением в дыхательных путях является граница в 30 сантиметров водного столба. Заметьте, не 150, не 160, а всего лишь 30. И при необходимости можно с оглядкой повышать его до 40, до 50 в разных случаях, когда мы вентилируем легкие с значительным нарушением газообмена. Но это то, что нужно делать с пониманием, понимая, что происходит, и будучи готовым к уменьшению давления, к дополнительным мерам безопасности. В общем, это то, что не нужно делать рутинно. При самостоятельном дыхании трансплевральное давление всегда остается низким. Всегда сначала создается давление внешним аппаратом легкого, и только затем это давление передается на ткань легкого. При вентиляции с положительным давлением, при искусственной вентиляции, все происходит наоборот. Но это мы чуть попозже рассмотрим во второй части, когда перейдем к искусству вентиляции легких. Итак, дыхание. Вот хорошо знакомая, наверное, вам по учебникам нормальной физиологии картинка объема дыхания. Как видите, в спокойном состоянии мы используем достаточно небольшой объем из доступных нам резервов. Спокойное дыхание – это дыхательный объем, объем воздуха, который мы вдыхаем и выдыхаем с каждым спокойным вдохом в условиях физиологического комфорта. Это дыхательный объем относительно небольшой. Это 400, 450, 500 миллилитров при спокойном вдохе, тогда как у нас есть гораздо большие запасы, причем в обе стороны. Смотрите, мы можем сделать большой глубокий форсированный вдох. Это будет резервный объем вдоха. Все то, что мы можем вдохнуть сверх уже спокойно вдохнутого дыхательного объема. И этот самый форсированный объем вдоха может быть и 2500, и 3000 миллилитров, у некоторых людей больше зависит от конституции. То есть мы можем вдохнуть гораздо больше, чем вдыхаем в спокойном состоянии. Это наши функциональные резервы. Выдохнуть мы тоже можем гораздо больше, чем обычно выдыхаем. Наша легкая все время остается слегка поддутым, слегка раздутым в конце спокойного выдоха. И у нас есть экспираторный дыхательный объем, вот он, резервный объем выдоха, который мы можем выдохнуть усилием дополнительного вовлечения дыхательной мускулатуры. То есть если спокойное легкое сдувается само до вот этого уровня, то подключив дополнительные дыхательные мышцы, мы можем сдуть ее вот до этого уровня, использовать резервный объем выдоха. Меньше, то есть выдохнуть весь воздух, содержащийся в легких, мы не можем. Здесь всегда будет остаточный объем легких, который обеспечивает легким постоянную воздушность. Это то, почему легкие плавают на аутопсии, если они сделали хотя бы один вдох в жизни. Если легкие не дышали ни разу, то они плавать не будут. Разница, вернее, остаточный объем, который остается после спокойного выдоха, вот он, это функциональная остаточная емкость. Один из важных показателей респираторной механики, который хорошо знают пульмонологи, который хорошо знают анестезиологи-рейматологи, это показатель того, сколько остается воздуха после спокойного выдоха, сколько воздуха задерживается в ткани легких после спокойного выдоха. И показатель фоя, показатель функциональной остаточной емкости, это во многом коррелирует с вообще резервами функциональной резервами легких. Он будет уменьшаться стремительно при респираторном синдроме, когда лёгкое будет становиться более жёстким. Он будет увеличиваться, патологическое увеличение при появлении воздушных ловушек, когда речь идёт о хронической обструктивной болезни лёгких. В общем, это то, что можно измерять, а это требует немножко специальных процедур, более сложных, нежели обычная спирометрия, но это даёт нам ценную диагностическую информацию. Вот. Ну, собственно, то, что уже сказал. Дыхательный объём — это спокойный объём, объём спокойного вдоха. Значит, дыхательный объём распределяется в лёгких не поровну, не равномерно. Часть дыхательного объёма, который мы уже вдохнули, находится, остаётся в тех областях, которые не участвуют непосредственно в газообмене. Это трахея, это бронхи, это всё бронхиальное дерево, помните, вот то, которое ветвится на 23 порядка. Вот. Но при этом не участвует в газообмене. Это объём называется объём мёртвого пространства. Мёртвый, потому что он анатомически, физиологически бессмысленный. Объём мёртвого пространства, не участвующий в газообмене — это вентиляция мёртвого пространства. Тот воздух, который мы вдохнули, но он нам ничем не помог. Но зато он протолкнул дальше тот воздух, который уже находился там, и это будет альвеолярный дыхательный объём. То есть непосредственный объём, который поступает к альвеолам в зоны, участвующие в газообмене. Альвеолярный дыхательный объем и объем мертвого пространства вместе формируют дыхательный объем, тот, которым мы дышим каждый дыхательный цикл. Если вы посмотрите на формулу минутной вентиляции, один из первых встречающихся в этой лекции математических показателей, минутная вентиляция — это сколько литров мы вдыхаем-выдыхаем в течение минуты. Совершенно логичным образом для того, чтобы узнать, сколько мы вдыхаем в течение минуты, мы должны вдохнутый дыхательный объем умножить на число вдохов в минуту, и мы получим ту самую минутную вентиляцию. Причем, если мы хотим посчитать, сколько мы реально используем, мы должны взять не дыхательный объем, а объем вентиляции зон, участвуящее в газообмене. Соответственно, это будет минутная альвеолярная вентиляция, альвеолярный дыхательный умножить на частоту. Вот, и вентиляция мертвого пространства, тоже вот она, объем мертвого пространства умножить на частоту дыхания. Мертвое пространство анатомическое — это воздухоносные пути, дыхательные пути. К нему прилагается еще и прибавляется физиологическое мертвое пространство. Это те участки воздухоносных, участки легких, которые должны были бы участвовать в газообмене, но почему-то не участвуют по каким-то причинам. Например, потому что там нет эффективного кровообращения при разных патологиях легких. То есть вентилируемое, но не перфузируемое пространство. Оно тоже вентилируется, получается, зря, газообмена там не происходит, и это физиологическое мертвое пространство, которое прибавляется к анатомическому. Обратите внимание, чем выше частота дыхания, тем больше вентиляция мертвого пространства. То есть чем больше у пациента одышка, тем больше воздуха он гоняет впустую. И минутная альвеолярная вентиляция – это минутная вентиляция минус вентиляция мертвого пространства. Чем больше частота дыхания, тем больше вентиляция мертвого пространства. Получается, что физиологически эффективнее делать нечастые, но более глубокие вдохи, нежели часто делать поверхностные вдохи. Теперь опускаемся чуть ниже в альвеолярный газ и начинаем понимать, что же из нашего газа мы будем использовать. Для того, чтобы понимать количество поступающего в организм кислорода, иллюминирующего углекислого газа, мы должны ввести понятие парциальное давление газа. Что это такое? Парциальное давление газа – это то давление в любой смеси газов, а воздух – это у нас смесь газов, которое этот газ оказывал бы, будучи совершенно один, без участия всех компонентов. В воздух у нас смесь газов, азота, кислорода, немножко аргона, углекислота и водяные пары. И если кислород занимает в нем вот примерно 21%, 20,9% в крупных городах, чуточку поменьше, то для того, чтобы понять, какое давление будет создавать этот самый кислород в смеси газов, мы используем знание объемного процента воздуха. Вот оно, смотрите, перед вами еще одно понятие ввожу. Инспираторная фракция – это содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. Вы очень часто, слушая разговоры реаниматологов или видя, что они пишут, можете встретить вот такую формулу, такое обозначение ФИО2. Что это? Фракция инспираторная О2 кислорода. То есть содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, в той порции воздуха, которая следующим вдохом пойдет в легкие пациента. Так вот, зная, что кислорода в вдыхательной смеси у нас 21% или 0,21, объемная доля, вот единицы, значит, если мы берем стандартные условия 760 мм ртутного столба, то в воздухе, которым мы дышим, будет примерно 159,6, ну, почти 160 мм ртутного столба. Это будет то самое парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе. Почему нам это важно? Потому что именно за счет разницы парциальных давлений, за счет разницы концентрации, за счет разницы парциальных давлений происходит диффузия. То есть из вдыхаемого воздуха кислород должен пройти через альвеоляно-капиллярный барьер, через все мембраны и соединиться с эритроцитом, чтобы тот унес его по направлению, по назначению к органам и тканям. И диффузия будет, скорость диффузии будет пропорциональна парциальному давлению того или иного газа в разнице сред, в средах, которые друг между другом соприкасаются. Если мы говорим о парциальном давлении газа в жидкости, то все немножечко усложняется, хотя не очень сильно. Для того, чтобы узнать, сколько газа растворяется в жидкости, мы должны представить себе ситуацию, когда у нас есть равновесие между поступающим и выделяющимся в жидкости газом, и давление газа над жидкостью, при котором это равновесие наступит, и будет то самое парциальное давление газа в жидкости. То есть, если мы говорим, что в жидкости у нас растворено, например, 100 мм рт. ст. кислорода, парциально давление кислорода 100 мм рт. ст. Это значит, что если мы эту жидкость оставим в вакуумированном сосуде, где вот ничего не будет здесь, кислород создаст здесь давление парциальное 100 мм рт. ст. Теперь посмотрите вот на такую картинку, надеюсь, шрифт достаточно крупный, чтобы вы видели. Мне на большом экране хорошо видно, надеюсь, видно и вам. Во вдыхаемом воздухе у нас содержится примерно 160 мм рт. ст. кислорода, который поступает в альвеолярный газ, в альвеолы. Но альвеолы не пусты, они уже содержат некий газ, в котором меньше кислорода и больше углекислоты. Поэтому содержание кислорода и углекислоты в альвеолярном газе будет ниже, чем во вдыхаемом воздухе. Кроме того, воздух вдыхаемый пройдет через дыхательные пути, где подвергнется процедуре увлажнения до 100%. Соответственно, в нем появятся водяные пары, и парциальное давление кислорода будет чуточку меньше. Здесь он смешается с воздухом мертвого пространства. Чем ниже мы опускаемся по дыхательным путям, тем меньше парциальное давление кислорода за счет смеси, с тем, что тут уже было. И попадаем в альвеолярный газ, который в норме у нас содержит, вот смотрите, ПА большое. Это все обозначение для альвеолярного. Парциальное давление кислорода в альвеолярном газе будет около 100 мм рт. ст. Вот это то самое давление, под которым кислород участвует в диффузии через альвеолу-капиллярную мембрану. Если вы посмотрите на эту таблицу сбоку справа, вы увидите, что альвеолярный воздух достаточно сильно отличается от вдыхаемого воздуха, причем отличается в сторону большего содержания углекислоты, большего содержания водяных паров. Он там очень сильно увлажнен в идеале, 100% влажность тут должна быть. И альвеолярный газ это среда во многом постоянная. При изменении условий работы легких от вдоха к вдоху, организм стремится поддерживать альвеолярный газ примерно на постоянном уровне. То есть таким образом здесь сочетаются два совершенно противоположно направленных процесса. С одной стороны это обновление альвеолярного газа, с другой стороны поддержание постоянства внутренней среды. Это тоже часть гомеостаза. Альвеолярный газ участвует в газообмене с притекающей кровью, в которой мало кислорода, 40 примерно венозной крови, содержание миллиметра тутного столба, парциальное давление кислорода и много углекислого газа. И за счет градиента парциальных давлений газа участвует в диффузии. Это еще один процесс, который требует вот здесь вот тесного соприкосновения через альвеолокапиллярную мембрану крови и альвеолярного газа. Участвует в диффузии, при которой кислород за счет градиента путешествует из альвеолярного газа в кровь, а углекислота из крови обратно в альвеолярный газ и затем участвует в акте выдоха. Альвеолокапиллярная мембрана очень тонкая, порядка 1,1 микрометра, при этом легкие имеют огромную площадь дыхательной поверхности, 70 м2 метров у человека среднего телосложения. Альвеолярный газ постоянно окружен капиллярным кровотоком, вот здесь через альвеолокапиллярную мембрану, в которой эритроциты находятся очень небольшое время, всего 750 миллисекунд. Смотрите, капиллярное время диффузии при спокойном кровотоке, в условиях физиологического функционального покоя. Если кровоток здесь ускоряется очень резко, он может ускориться при физической нагрузке, то смотрите, время нахождения эритроцита уменьшается. Посмотрите на этот график участия эритроциты в альвеолярно-капиллярном газообмене. При этом у углекислоты есть большой запас. У углекислота за счет того, что она молекула, легко дефундирующая, полярная, легко проникает через биологические барьеры. Быстро отдается, быстро участвует в газообмене. Вот кислороду требуется побольше времени, чтобы участвовать в эффективном газообмене. Поэтому в первую очередь при ускорении кровотока будет снижаться насыщение эритроциты кислородом. Элиминация углекислоты будет хорошей, пока не совсем все не станет плохо, все не станет совсем быстро. Поэтому при максимальной скорости кровотока в 400-500 миллисекунд, это время вполне достаточное для обмена углекислоты, для элиминации углекислоты, но для обмена кислорода оно уже становится пограничным. С другой стороны, у этого всего есть вполне объяснимый физиологический смысл, поскольку при физической нагрузке, а наши функциональные резервы рассчитаны у млекопитающих именно на физическую нагрузку, быстро развивающуюся достаточно отгадковременно для того, чтобы подраться или убежать. Но помните, что все физиологические эволюционные механизмы направлены на то, чтобы обеспечить выживание собственного макроорганизма. Бей или беги. Интенсивная мышечная нагрузка – большая продукция углекислоты, которую нужно быстро вывести. Поэтому быстрое увеличение капиллярной скорости кровотока эффективно выводит эту самую углекислоту за счет некоторого снижения кислорода. Оценка эффективности газообмена. Вот подходим к первой возможной оценке эффективности, к оценке, насколько хорошо наш пациент или вообще наш организм справляется с эффективностью газообмена. Результат эффективного газообмена – это насыщение кровью кислородом и элиминация углекислого газа. Это мы сказали в самом начале. Теперь надо посмотреть, как это происходит, насколько хорошо. Здесь перед вами формула, на которой отражено содержание, формула содержания кислорода в артериальной крови. Как мы помним, кислород транспортируется в основном связанным с гемоглобином. Большая доза, около 98% кислорода, транспортируя кровью, транспортируется в связи с гемоглобином. И очень небольшое количество кислорода транспортируется, растворенное просто физически в плазме крови. Поэтому, как ни странно, но в большей степени на количество переносимого кислорода будет влиять вот эта часть формулы. Смотрите, содержание гемоглобина в одном литре крови, умноженное на насыщение, сатурацию гемоглобина кислородом. Про сатурацию чуть попозже скажу, пока про это не думаете. Нежели вот эта часть, в которой фигурирует то самое ПО2, про которое мы только что говорили. Спустя, зачем тогда вообще это ПО2 нам нужно? А затем, что прежде чем связаться с эритроцитом, кислород как раз и должен сначала диффундировать через альвеолярно-капиллярную грану, затем раствориться в плазме крови, и только потом он попадет в эритроцит, который в этой плазме живет, циркулирует. Поэтому оценивать эффективность альвеолярно-капиллярного газообмена мы вполне можем и должны по тому, насколько хорошо насыщается кислородом плазма артериальной крови. Вот это самое ПО2 для артериальной крови. Хорошо насыщается высокая ПО2, значит эритроциту много достается, значит обмен между альвеолой и капилляром идет интенсивно. Поэтому фактически, как ни странно, но мы оцениваем эффективность альвеолярно-капиллярного газообмена по показателю, который непосредственно обеспечивает лишь небольшую долю растворенного плазме крови кислорода, около 2% кислорода транспортированного кровью. Но зато этот показатель является важным и ключевым для обеспечения насыщения вот этой части формы, вот этого содержания кислорода, связанного с гемоглобином. Теперь про сатурацию. Ну вот вы встретили хорошо, наверное, много раз слышанную, но не очень понятную величину. Что такое сатурация? Сатурация, сатурация, насыщение. Сейчас перейдем к следующему слайду, тут должно быть у нас более подробно. Ага, ладно, чуть-чуть, чуть-чуть вернемся обратно. Значит, давайте пока от сатурации к гемоглобину. Сатурация, насыщение гемоглобина кислородом в артериальной крови или венозной крови. Сатурация может и венозной, и капиллярной, какой угодно. Значит, гемоглобин содержится в крови в разных своих формах, в разных ипостазиях. Вот перед вами шкала артериальной кооксиметрии, на которой показаны спектры поглощения разных форм гемоглобина. Гемоглобинов у нас бывает много разных, одновременно существует в разных соотношениях. Это и гемоглобин дезоксилированный, ненасыщенный кислородом. Гемоглобин оксигенированный, этот называется у нас оксигемоглобин. Вот этот у нас называется, если взять физиологию, карбаминогемоглобин. То есть гемоглобин, у которого отняли кислород и присоединили молекулу углекислого газа. Есть у нас карбоксигемоглобин, который связан прочной эквивалентной связью с оксидом углерода-1, не участвует в газообмене. Еще бывают у нас патологические формулы гемоглобина. Это сульгемоглобин, это метгемоглобин. В разных они пропорциях находятся при разных патологических состояниях. Но нас будут интересовать вот именно эти две фракции. Гемоглобин насыщенный и ненасыщенный кислородом. Каждый грамм гемоглобина способен связать 1,34 мл кислорода. Поэтому если мы возьмем артериальную кровь и зададим некие состояния, условия близкие к физиологическим, смотрите, концентрация гемоглобина 150 грамм на литр, насыщение гемоглобина кислородом 99%, что это? Вот она сатурация. Разница между, простите, не разница, отношение гемоглобина, который оксигенирован, к гемоглобину, который общий, и оксигенированный, и не оксигенированный. То есть процент гемоглобина, насыщенного кислородом от общего количества гемоглобина, за исключением патологических форм. Вот если мы возьмем все это, секундочку, ага, вот. Если мы возьмем суммарную концентрацию гемоглобина и вынесем в числитель гемоглобин оксигенированный, то получим показатель сатурации. Умножаем содержание гемоглобина в одном литре крови на процент насыщения гемоглобина кислородом, на коэффициент 1,34, это сколько миллилитров кислорода может утащить 1 грамм гемоглобина на литр. Прибавляем к этому небольшое количество кислорода, растворенного физически, смотрите, это ПО2, умноженное на коэффициент растворимости кислорода в плазме и крови при нормальных условиях, при 37 градусах, и содержание кислорода около 100 мм тутного столба. Если у нас гемоглобин 150 грамм на литр, сатурация 99, ПО2 100, то 1 литр крови может транспортировать на себе 198,9 мл кислорода, связанного с гемоглобином, и еще 3 мл кислорода, не связанного с гемоглобином, растворенным физически. То есть всего лишь навсего 200 мл кислорода может связать 1 литр артериальной крови при вот таких вот условиях. Но это немало, если учитывать, что растворенного кислорода совсем немного, кровь не очень хорошо транспортирует кислород растворенный, поэтому нам нужен был гемоглобин для того, чтобы это все связать. Теперь обратите внимание, гемоглобин простой, да, чуточку движемся по спектру, да, вот в этой вот картинке, немножко сдвигаемся в сторону более длинных волн по спектру. Гемоглобин простой, гемоглобин неоксигенированный, и гемоглобин оксигенированный имеет общие пики поглощения, общий максимум поглощения вот здесь вот на 600, между 600 и 680 нанометров. Вот, и имеют разные пики на более коротких длинных, более длинных длинных волн, простите. Вот, поэтому если воспользоваться этими поглощающими, совпадающими, несовпадающими участками спектра поглощения, можно одновременно просветить, облучить поток крови двумя светодиодами, один красный, другой инфракрасный, вот этот с более короткой длиной волны красный, с более длинной инфракрасный, сравнить их спектр поглощения и получить разницу между гемоглобином и оксигемоглобином. Вот, если мы все это сделаем на периферии, мы просветим ткани красным и инфракрасным светом, сравним спектр поглощения за счет фотодетекторов, то мы получим примерно такую мешанину, хаос, спектр поглощения тканей, спектр поглощения эритроцитов, спектр поглощения кожи. Для того, чтобы это все отделить, нам хотелось бы выделить только то, что приносит и уносит кровь. Значит, для этого мы используем пульсирующую составляющую. Для отделения тканевого компонента выделяется пульсирующая составляющая в этом спектре поглощения, И вот она-то уже и является предметом анализа. Поэтому если мы говорим о пульсоксиметрии, вот еще один способ мониторирования неинвазивный, уже в отличие от лабораторного мониторирования содержания кислорода в артериальной крови, пульсоксиметрия это неинвазивный способ, причем это непрерывный способ мониторирования, который показывает насыщение кислородом гемоглобином в пульсирующем компоненте периферического кровотока. Вот вам сразу один практический вывод. Для того, чтобы пульсоксиметр работал правильно, нужно дать ему перепульсирующий кровоток. Нет правильной пульсовой волны, нет правильного значения сатурации. Если вы просто нацепите пульсоксиметр на конечность человека, который не имеет на этой конечности пульсирующей пульсовой волны, ну самый простой пример, низкое артериальное давление. Пульсовая волна плохо перфузирует конечности, конечности холодные, или пациент холодный, остывший, конечности холодные, малая периферическая перфузия. Если пульсоксиметр не увидит пульсовую волну, значит, он не покажет вам правильное значение сатурации, он вам покажет то, что сможет измерить, но по-честному измерит, скажем, сатурацию там, ну, не знаю, 65 или 70, вот, и сразу раздастся тревога. Ах, ох, ужас, у этого пациента нет эффективной оксигенации, у этого пациента все очень плохо, хотя на самом деле он показал вам просто, что мог измерить, то и показал. Нет пульсовой волны, измерил то, что сумел измерить. То же самое происходит при неправильно наложенном датчике, когда не попадает большая часть крови внутрь датчика, большая часть насыщенной кровью ткани, естественно, не кровью как таковой. Вот, то же самое происходит, когда между датчиком и пальцем или ухом, или на что мы накладываем пульсоксиметр, находятся какие-нибудь препятствия, например, лак для ногтей, например, темная кожа у пациента, пигментированная, выраженная. Ну, правда, насчет пигмента говорят о том, что пигментация кожи начинает влиять на диапазоны, когда сатурация находится между 60 и 70, то есть гораздо ниже, чем мы хотели бы видеть у человека в норме. Поэтому пигментация кожи, как правило, можно пренебречь в измерении пульсоксиметрии. Но, еще раз повторюсь, что для того, чтобы правильно работал пульсоксиметр, нужно иметь правильную пульсовую волну, не обязательно ритмичную, но с четко выраженными пиками. Помимо этого, пульсоксиметрия также вам позволяет визуализировать плитизмограмму, то есть наполнение из падения капилляра в ткани при приходе пульсовой волны, также позволяет измерить частоту пульса, также позволяет костно оценить наполнение по работе пульсоксиметра. Мы видим, хорошо наполняются ткани этой самой пульсовой волны, то есть то, что соответствует наполнению пульса, характеристики пульса. Поэтому достаточно скептически нужно относиться к тем пульсоксиметрам, которые, ну, особенно это портативные приборы, которые не показывают вам пульсовую волну, не позволяют визуализировать пульсовую волну, потому что тогда, когда он вам показывает какую-то непонятную сатурацию, всегда хочется посмотреть, правильно ли он поймал пульсовую волну. Если нет правильной волны, нет и правильной сатурации, еще раз повторюсь. Ну что ж, будем считать, что мы примерно просмотрели, так вот бегом-бегом, галопом по Европам, вместили в себя цикл нормальной физиологии легких, дыхательной системы в целом, вот, и переходим к некоторым патологическим состояниям, постараемся сейчас задать себе вопрос, с чего же все начинается, с чем мы будем иметь дело. Патологическое состояние, которое происходит при нарушении работы дыхательной системы, называется гипоксия. Это термин очень-очень сводный, собиратель, это недостаток кислорода в организме в целом, в органах, в тканях, в отдельных частях организма, так и в макроорганизме как таковом. И когда-то ренематологов учили, вот, вслед за академиком Рябовым, что гипоксия лежит в основе всех, абсолютно всех критических состояний, какое ни возьми. Виды гипоксии, которые прописаны в школьном учебнике гипотофизиологии, вот они перед вами, шесть видов гипоксии, начинаются они с истиной или гипоксической гипоксии, которая развивается тогда, когда у пациента, в легкие пациента поступает воздух, насыщенный небольшим количеством кислорода, то есть, когда содержание кислорода вдыхаем в воздухе, помните, это у нас обозначается, обозначение ФИО2, лежит ниже, чем те значения, к которым наш организм адаптирован, ниже 21%. Это истинная наша гипоксическая гипоксия. Надо сказать, что вообще организм человека достаточно хорошо адаптируется к гипоксии, вот, у нас есть выработанные, вот, эволюционно очень мощные механизмы приспособления к снижению доставки кислорода тканям на всех уровнях, начиная от работы легких и заканчивая поступлением кислорода в ткани, к митохондриям. Вот, но только эти все мощные механизмы для того, чтобы их задействовать, человеку требуется, не только человеку, а мегапитающему, требуется от 2 до 3-4 недели. Это очень хорошо знают те, кто занимаются восхождением на высокие горные вершины, выше 3000 метров, например, для того, чтобы спокойно и безопасно сходить на Эльбрус, считается, что необходимо хотя бы 2 недельки пожить у подножия Эльбруса, хотя сейчас многие, особенно молодые спортсмены, пытаются это во что бы то ни стало опровергнуть, зачастую ценой, ну, каких-то несчастных случаев происшествия при восхождении. Вот, поэтому, да, у нас есть очень, еще раз повторюсь, у нас есть очень мощные механизмы адаптации к гипоксии, вот, мы можем адаптироваться к очень низким значениям ФИО2, мы можем адаптироваться к нарушению доставки кислорода к органам и тканям, но активация и задействие на полную мощность этих адаптационных механизмов требует от двух до четырех недель. Поэтому гипоксия, которая развивается остро и внезапно, всегда является критическим состоянием, которое требует немедленного вмешательства врача, коррекции этой самой гипоксии для того, чтобы не допустить развитие тяжелых жизнеугрожающих состояний у человека. Ну, сама по себе гипоксия тоже является тяжелым жизнеугрожающим состоянием. Спускаемся дальше по каскаду. Дыхательная гипоксия, респираторная, связанная с нарушением работы функции внешнего дыхания, с нарушением работы системы дыхательной пути, нет, мозг, давайте так, мозг, респираторная помпа мышцы и костно-мышечный аппарат, дыхательные пути, легкие альвеолы и альвеолярно-капиллярный газообмен. Гимическая гипоксия, форма гипоксии, связанная со снижением количества переносчиков кислорода, со снижением гемоглобина, это то, что развивается у пациентов при тяжелой анемии. Циркуляторная гипоксия, гипоксия, связанная, то есть нарушение доставки кислорода к тканям, связанная с нарушением, не так, со снижением производительности органов циркуляции, системы циркуляции, со снижением производительности сердца, если это общая гипоксия, или со снижением притока крови к тканям, здесь вот переходим еще и к тканевой частичной гипоксии, по бассейну одного отдельно взятого органа или ткани. Если это общая циркуляторная гипоксия, это, как правило, называется сердечной недостаточностью. Если это гипоксия одного органа или ткани или одного локуса, одного региона, это называется словом ишемия, как правило. Тканевая гипоксия. Гипоксия, связанная с нарушением транспорта кислорода от переносчика, от гемоглобина, находящегося в микроциркуляторном русле, к месту утилизации, к тканям, к органам, к митохондриям. Развивается при нарушении микроциркуляции, развивается при нарушении отдачи кислорода гемоглобином туда, к органам и тканям, и развивается при нарушении утилизации тканями кислорода, например, при отравлении цианидом. Классический случай из учебника, когда митохондрия не может утилизировать кислород. И при сочетании разных форм гипоксии, что бывает достаточно часто при разных заболеваниях и патологических состояний, развивается смешанная гипоксия, которая задействует в себя одну, вторую, третью, четвертую формы. Сегодня попробуем сосредоточиться на дыхательной гипоксии. Все то, что происходит между вдохом и оксигенацией, притекающей к легким крови, это может быть нарушение проходимости дыхательных путей, то, что называется в патофизиологии асфиксия, когда воздух не может попадать в дыхательные пути и в легкие. Нарушение альвеолярной вентиляции, когда воздух попадает в дыхательные пути, но альвеолярный газ почему-то не обновляется, или обновляется в степени гораздо меньше, чем ему требуется для выполнения своей функции. И нарушение газообмена при сохраненной альвеолярной вентиляции, это все случаи, при которых воздух, кислород доставляют в альвеолярный газ, но при этом нет эффективного газообмена между альвеолой и эритроцитом, находящимся в микроциркуляторном русле. Клиника дыхательной недостаточности достаточно яркая, мы ее воспринимаем во многом на интуитивном уровне, потому что человек как существо социально видит, когда другому человеку или животному явно тяжело дышать. Что включает в себя? Это жалобы на затрудненное дыхание или нехватку воздуха. Это нарушение работы центральной нервной системы, сначала возбуждение, гипоксия вызывает одно из самых мощных возбуждений, которое, в принципе, может доступно нашей нервной системе, потому что это борьба за жизнь, за жизненно важные вещи. Затем развивается угнетение сознания, то есть здесь фазность. А дышка более 30 вдохов в минуту. Помните, что чем больше вдохов в минуту совершает человек, тем больше вентиляция мертвого пространства, а эффективная альвеолярная вентиляция может быть ниже. Цианоз кожи при этом диффузный развивается. Задействуется вспомогательная мускулатура, дополнительная мускулатура вдоха, начиная от мышц, расширяющих ноздри, от мышц крыльев носа до всех мышц, участвующих в совершении вдоха. При этом для того, чтобы эффективно задействовать дополнительные мышцы вдоха, человек может фиксировать верхний плечевой пояс, взяться за стол, за стул, за что ему доступно принять положение ортопноя, для того, чтобы правильнее вдыхать и легче было задействовать мышцы. Дыхательная мускулатура может утомляться, и мы увидим участие вспомогательной мускулатуры сначала активное, затем все хуже, 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 при этом одышка будет нарастать. Что еще здесь нужно посмотреть? Очень важный момент – высокая работа дыхания, то есть высокая работа дыхательных мышц, требующая активную утилизацию энергии. Здесь замыкается порочный круг, организм мало кислорода, он задействует дыхательные мышцы, дыхательные мышцы требуют еще больше кислорода. Высокая цена дыхания – один из поводов применить преспираторную поддержку. И здесь еще вот такая аббревиатура, о которой раньше совсем не говорили и почти не писали в учебниках, а теперь все активнее и активнее обсуждают. Здесь появляется, присоединяется такое явление, как Patient Self-Induced Lung Injury. Это пока не имеет переведенные на русские аббревиатуры. Это повреждение легких, причиняемое пациентом себе самому. При высоких нагрузках на дыхательную систему, при высокой работе дыхания, при высоких перепадах давления, и особенно когда создается негативное давление в легких на вдохе, выраженное, вы представьте, пациент пытается продышать стридер, например, или нехватку воздуха. Вдыхать ему тяжело, он делает форсированные вдохи, при этом в дыхательных путях внизу там создается выраженное разрежение, легкие претерпевают выраженные колебания давления, в том числе негативного, которому они плохо приспособлены, развиваются, то самое индуцированное пациентам самостоятельно повреждение легочной системы. И чем дольше оно существует, тем больше, большая выраженность этого самого повреждения. Ну, можно сравнить, как, например, попытаться представить работу скелетных мышц, ну, например, ноги, да, на травмированной ноге, когда от работы этой самой ноги зависит выживание организма. Ну, например, пациент, животное млекопитающее уходит от погони, пытается сбежать от хищника, у него травмированная нога, чем больше она ногу нагружает, тем больше нога, естественно, страдает, в конце концов, эта нога совершенно перестанет работать, и животное упадет, на этом его участь будет предрешена. То же самое с легкими, мы вынуждены, пациент вынужден задействовать легкие в режимах, которые их травмируют, то есть нагружать высокой нагрузкой уже травмированного органа, травмируя его все больше и больше и больше, поскольку от работы этих мышц, от работы этого органа зависит выживание организма. Лабораторно и инструментально мы увидим снижение пульсоксиметрической сатурации на менее чем на 90%, да, сразу прикидываем, что это значит, что оксигенированного кислорода, оксигенированного, простите, гемоглобина, стало меньше, чем 90% от общего количества гемоглобина, приносящегося кровью. Вот, если мы возьмем газы артериальной крови, мы увидим, что содержание кислорода в артериальной крови, парциальное давление кислорода в артериальной крови стало ниже, чем физиологическая норма, физиологическая норма потихоньку снижается с возрастом, это 100, потом 90, потом 80 и меньше миллиметра ртутного столба. Мы увидим, что здесь меньше, чем 60, то есть почти вдвое упало. И нарушается также выделение углекислоты. Нарушается выделение углекислоты достаточно поздно, потому что углекислоте, в принципе, легко дефундировать через альвеоля и каплярную мембрану. Помните, что по углекислоте у нас гораздо больший запас при осуществлении газообмена между эритроцитом и альвеолой. Поэтому углекислота может элиминироваться активно, если наш пациент хорошо дышит, пытается вдохнуть много кислорода, при этом совершает много вдохов, минутная вентиляция альвеолярная высокая, углекислота может снизиться меньше, чем физиологические 40 плюс-минус 5, значит, меньше, чем 30 миллиметров ртутного столба. И наоборот, если альвеолярная вентиляция неэффективна, то есть если мы имеем дело с вот такой формой гипоксии, то углекислота будет, наоборот, высокой, потому что элиминация углекислоты будет страдать. Газообмен хороший, а вот выделение ее из альвеол снижено или невозможно. Вот они показания, вот они признаки дыхательной недостаточности и, в принципе, признаки того, что нам не только можно, но и нужно вмешаться, и, похоже, было нужно вмешаться уже достаточно давно для того, чтобы лечить эту самую дыхательную недостаточность. Что у нас в арсенале есть? Вот переходим, собственно, от физиологии и патофизиологии к клинике. У нас есть целый огромный спектр способов лечения дыхательной недостаточности, способов протезирования функций внешнего дыхания разнообразных. И, наверное, не будет преувеличения сказать, что лечение дыхательной недостаточности посвящена, ну, добрая четверть, а может быть, даже и треть вообще всей науке о интенсивной терапии, разным формам лечения гипоксии посвящена. Что у нас есть вот в порядке нарастания инвазивности и количество задействованных ресурсов? Мы можем применить к пациенту ингаляцию кислорода, просто увеличив его ФИО2. Больше кислорода пациент дыхает, больше кислорода в альвеолярном воздухе, лучше газообмен, больше транспорт кислорода от периферии к тканям. Гипоксия вылечена. Наименее затратный в плане оборудование для нас, наименее дискомфортный для пациента ингаляция кислорода, просто ингаляция кислорода. Но, тем не менее, это только первый шажок, потому что далеко не всегда только лишь ингаляция кислорода, только лишь повышения ФИО2 хватает, чтобы вылечить дыхательную недостаточность. Дальше наращиваем степень нашей инвазии. Ингаляция кислорода плюс положительное давление в конце выдоха, это то, что вы знаете как СИПАП-терапия, как использование различных приспособлений для создания положительного давления в конце выдоха при самостоятельном дыхании. Чуть позже расшифруем это. Это высокопоточная кислородотерапия, сочетание высокой фракции кислорода и высокого потока вдыхаемого пациентом. Дальше наращиваем инвазию. Это неинвазивная искусственная вентиляция легких. Почему она неинвазивная? Потому что нет инвазии в дыхательные пути. Это искусственная вентиляция легких, осуществляемая снаружи через различные маски, позволяющие сделать пациенту, облегчить пациенту вдох или сделать вдох за пациента, но при этом не вторгаясь в дыхательные пути ниже голосовой щели, то есть не вентилируя пациента инвазивной вентиляцией. Инвазивная вентиляция, наоборот, это все то, что происходит с привлечением аппаратов ИВЛ. Да, вот отсюда, начиная с этого места, нам потребуется аппарат ИВЛ. Этот аппарат ИВЛ может быть в конце концов соединен с больным путем введения герметизирующей трубки в дыхательные пути ниже голосовой щели, либо эндотрахеальная трубка вводится через ротовую полость, через вход в гортань ниже голосовой щели, и там герметизируется манжетой, либо трахеостомическая трубка оперативным путем заводится через хрящи трахеи, и снова-таки герметизируется манжетой, но ниже голосовой щели, и тот и другой способ имеет свои показания, противопоказания, преимущества и недостатки. Есть неинвазивная инвазивная вентиляция, где мы должны протезировать, вот отсюда начинается уже протезирование дыхательной функции пациента. Можем протезировать в режимах базовых, без высоких, небезопасных цифр, объемов и давлений. Затем инвазивная вентиляция, если не справляется в базовых режимах, привлекаются так называемые жесткие, здесь надо было это слово взять в кавычки. Жесткие режимы искусственной вентиляции, это во многом жаргонизм, но так обозначаются режимы искусственной вентиляции легких, когда один или несколько параметров вентиляции выходят за физиологические пределы. Либо высокое давление вдоха, либо высокое давление в конце выдоха, либо не физиологическое, неестественное соотношение вдоха и выдоха. Если искусственная вентиляция не справляется, а есть ряд случаев, когда с искусственной вентиляцией можно эффективно восполнить только один из компонентов, например, доставку кислорода, а с элиминацией углекислоты искусственная вентиляция не справляется, присоединяются экстракорпоральные методы. Элиминация углекислоты, экстракорпорал CO2-removal. Вы, может быть, помните, на слуху одно время были такие устройства под названием наваланг, которые позволяли удалять углекислоту непосредственно из артериальной крови, самотеком, шунтированием артериальной крови на венозную. Это то, что уже присоединяется к кровотоку пациента. Ну и сейчас на слуху у нас экстракорпоральная мембранная оксигенация, ЭКМО. Вот более расширенное ее название называется экстракорпоральное поддержание жизни, Extracorporeal Life Support, ЭКМО – это Extracorporeal Membrane Oxygenation, экстракорпоральная мембранная оксигенация, а ECLS – это экстракорпоральное поддержание жизни. Это гораздо более широкое понятие, поскольку далеко не все сводится к одной только личико-корпоральной мембранной оксигенации. Не достаточно просто создать эксигенированный поток крови, надо его еще и правильно в пациента применить. Но, как видите, нам доступен большой спектр методик, потому что под каждым из пунктов этого достаточно большого списка скрывается еще 2, 3, 4, 8, 10 методик, которые можно применять в том или ином соотношении. Поэтому, возвращаясь к нашему привычному хаосу в палате реанимации, вы уже посмотрите на происходящее чуточку иными глазами и можете понять, что же происходит. Итак, что бы ни происходило в лечении дыхательной недостаточности пациента, вы всегда сможете выделить несколько компонентов этой самой респираторной поддержки, из чего она строится. Это источник подачи газа, то есть место, где у нас хранится и подается к месту эксплуатации кислород, а также воздух, а также вакуум. Разные источники давления в интенсивной терапии очень любят положительное и отрицательное давление разных газов в большом количестве, потому что наша аппаратура использует это много, хорошо и охотно. Вот. Есть источник подачи газа. Есть устройство, формирующее собственную респираторную поддержку. Вот на этой фотографии этих устройств два. Я надеюсь, ваши экраны достаточно большие, чтобы вы разглядели. Здесь есть у нас устройство, дозирующее кислород непрерывным потоком, флоуметр так называемый, флоуметр, флоупоток. Вот. С обязательным компонентом увлажнителем, который в жаргоне обозначается как банка Боброва. Раньше в учебниках рисовали такие красивые аппараты Боброва. Вот. Или аппараты ВЛ тоже устройство, формирующее респираторную поддержку. Есть отдельно интерфейс подключения к пациенту, то есть что связывает устройство респираторной поддержки и пациента. Вот на этой фотографии это эндотрахеальная трубка, идущая к рту пациентки. И есть оценка, некое оборудование, позволяющее нам оценить эффективность респираторной поддержки. То есть мы что-то берем, каким-то путем, с помощью какого-то аппарата вводим в пациента через что-то и оцениваем в конце, что же у нас получилось. То есть есть устройство для мониторинга эффективности респираторной поддержки. Вот. Устройство, источники медицинских газов, где мы берем, ну, в первую очередь, кислород, который нам потребуется. Устройство хранения кислорода, это всегда устройство с высоким давлением. До 150 избыточных атмосфер, а те, да, атмосферы избыточные. То есть все, что сверх одной атмосферы, в которой мы с вами живем и плаваем. До 150 атмосфер может нести обычный кислородный баллон. Вот. Есть устройство для хранения кислорода в большом количестве, и сжиженном, как правило, при этом это бывает большой кислородный танк, требующий активного охлаждения, потому что кислород при комнатной температуре сам по доброй воле не сжижается, его нужно охладить ниже критической точки. Вот. Поэтому есть некое устройство хранения кислорода, в котором он находится под высоким давлением. То, что доступно нам, что можно подержать в руках, это кислородные баллоны, емкость которых может быть совершенно разная. Смотрите, 1 литр, 2 литра, 5 литров, 10 литров, 40 литров, 50 литров. Эти кислородные баллоны могут быть металлические, то есть большие, тяжелые, могут быть металлокомпозитные, то есть легкие, которые можно легко транспортировать одной рукой. Все эти кислородные баллоны, повторюсь, они под высоким давлением, 150 атмосфер, это немало. Вот. Эти кислородные баллоны имеют запорное оборудование, то есть кран, под которым находится высокое давление, которое мы можем открывать и закрывать. При этом, на тот случай, если вдруг, мало ли, вам придется организовать подачу кислорода где-то в местах к этому не очень приспособленных, скажем, адаптировать обычные палаты под палаты и тенциниотерапии, нужно каждый раз иметь в виду, что вот это вот оборудование вентильно-запорное, оно бывает очень-очень разное. Так, например, резьба на газовых вентилях производства постсоветского пространства, российского и ближнего зарубежья, совершенно не совпадает даже по шагу, хотя совпадает по диаметру, но даже по шагу не совпадает с резьбой на вентилях импортного производства, европейского или американского. Вот эти самые вентили могут быть совершенно разные, совершенно различные конструкции с разными запорными устройствами, байонетными разъемами быстрого подключения, резьбовыми разъемами. Вот поэтому, когда вы организуете респираторную поддержку где-то там, где подача кислорода, где-то там, где ее до этого не было, нужно убедиться, что у нас все части контура подачи кислорода подходят друг другу по оборудованию разъемом. На кислородном баллоне находится редуктор, на котором есть панометр. Это позволяет нам определить, под каким давлением газ находится в кислородном баллоне. Зачем? Нам очень хочется знать, сколько в этом самом баллоне кислорода, потому что от этого зависит, как долго этот баллон у нас проработает. Редукторы показывают нам давление, причем редукторы могут быть градуированы в совершенно разных, в зависимости от того, кто их делает, в совершенно разных единицах измерения. Есть редукторы, могут попасться вам градуированные в мегапаскалях, это уже хорошо, это хоть что-то похожее на единицы Си. Могут попадаться редукторы, градуированные в барах, в один бар примерно равен одной атмосфере, на самом деле, вот кому интересно, могут посмотреть вот такую табличку соотношения. И, как выяснилось, в физических единицах творится полный беспорядок, потому что одна атмосфера в понимании метеорологов и одна атмосфера техническая в понимании инженеров, это две разные атмосферы. Вот. Одна атмосфера физическая, одна атмосфера в технике, это тоже две разные атмосферы. Близко к атмосфере понятие бар, это все, что свыше одной атмосферы, в которой мы с вами живем и плаваем, то есть пустой баллон, пустой по нашим пониманиям, да, будет содержать воздух под давлением в одну абсолютно атмосферу или в один бар. Вот. Единицы си это паскали или мегапаскали. Вот. Ну и кому интересно, посмотрите, что между собой бар и атмосфера физическая, инженерная совпадают не очень. 0,98 здесь 1,01 коэффициент пересчета. А есть еще более экзотические единицы килограмм сила на сантиметр квадратный или вот еще лучше совсем pounds per square inch, то есть дюймы на квадра... простите, фунты на квадратный дюйм. Вот. Поэтому, взяв в руки манометр, прежде всего посмотрите, в чем он все-таки у вас проградуирован. Если вы обнаруживаете вот такую маркировку атмосферы мегапаскали или бары, это хорошо. Если вы обнаруживаете дюймы на квадратный... простите, фунты на квадратный дюйм, это совсем другая история. Что можно увидеть здесь? Значит, поскольку вы видели, да, соотношение между мегапаскалями и барами 1 к 10, то если мы увидим на редукторе, на манометре 1 мегапаскаль, это будет соответствовать 10 шестой паскали. 10 пятой паскали у нас 1 атмосфера. Значит, 1 мегапаскаль это 10 атмосфер, 10 бар. 1 бар примерно 1 атмосфера. Значит, если мы в баллоне увидим вот 10 бар, он заряжен на 10 атмосфер. 100, 150 бар давление избыточное. Это 100-150 атмосфер. В мегапаскалях будет в 10 раз меньше. То же самое значение, но числено в 10 раз меньше. Что нам это дает? Мы знаем объем баллона. У нас есть баллон на 2 литра, 10 литров, 40 литров. И знаем, сколько в него накачано избыточных атмосфер. Поэтому, чтобы узнать, сколько у нас всего давления, сколько у нас всего кислорода в этом баллоне в литрах, мы умножаем объем баллона на давление в баллоне. Вот здесь показан пример для 10-литрового баллона, тот, который можно взять подмышку, унести, при этом не особо потея. 10 литров объем емкости баллона, объем вот самой колбы. В него надут кислород под давлением 150 атмосфер. Значит, 150 умножить на 10 в полной баллоне у нас 1500 атмосфер чистого кислорода. Много это или мало? 1500 литров, простите, чистого кислорода. Много это или мало? Давайте подумаем, чтобы узнать, насколько оно это хватит, нам нужно объем кислорода, находящегося в баллоне, поделить на расход. Но, предположим, у нас пациент использует, дышит чистым кислородом и делает это с минутной вентиляцией примерно 10 литров в минуту. Для простой подсчета возьмем 10. Конечно, для чистого кислорода 10 литров в минуту это немало. Вот у нас такой тяжелый пациент. Он потребляет 10 литров кислорода каждую минуту. У нас в баллоне мы посчитали с вами 1500 литров кислорода. Это означает, что нам этого времени хватит, этого баллона хватит на вентиляцию в течение 150 минут. То есть чуть больше, чем 2 часа. 2,5 часа этого баллона хватит, чтобы, например, съездить куда-то и вернуться недалеко на ВКТ, к примеру. Но совершенно не хватит, чтобы подставить рядом с пациентом и на все сутки забыть о нем. Поэтому, планируя подачу кислорода, прикидывайте, сколько у вас кислорода в баллонах имеете под руками резервные источники кислорода. Помятуя последние события, пожары в больницах должен, обязан просто упомянуть, что хранение кислорода в баллонах под высоким давлением подчиняется как минимум 3 регламентирующим нормативным актам. Это техника безопасности при работе с высоким давлением в охране труда, в законах об охране труда. Это нормативы работы с кислородными баллонами, которые делает технодзор, дает технодзор. И это правила противопожарной безопасности при работе с источниками кислорода, которые дает пожарная служба. Соответственно, когда вы приносите баллон куда-то, ставите его на пол рядом с пациентом, особенно если вы его при этом не просто ставите, а бросаете или роняете, вы нарушаете сразу 3 нормативных акта и сразу жутко нарушаете технику безопасности. Но поэтому помните и знайте, что 150 атмосфер в баллоне это серьезно. Кислород это пожароопасно и в первую очередь это маслоопасно. Кислород сам по себе не горит, но охотно поддерживает горение. И будучи помещенной в кислородную среду, любая промасленная ветошь, любая промасленная тряпка, субстанция начинает нагреваться, тлеть, затем разгораться. В условиях кислородной атмосферы случается самовозгорание, поэтому кислород должен находиться не менее чем в 5 метрах источника хранения кислорода от любого источника тепла и исключаться попадание в кислородную атмосферу масляных субстанций. Ну, если вам повезет, при хорошем раскладе вы не будете пользоваться кислородом из баллонов, а будете пользоваться кислородом из центральной подачи. Давление в магистралях, которые потребляют вся наркозно-дыхательная аппаратура, большинство аппаратов для неинвазивной вентиляции и все аппараты, дозирующие устройства, это стандартные 5 бар, ГОСТовские, 5 атмосфер. При этом тут есть достаточно большой резерв прочности, потому что аппараты будут хорошо работать даже при падении давления вплоть до 2 атмосферы. Только когда будет ниже 2 атмосфер, начнется перебой из подачи кислорода, появится тревога. Вот, поэтому для того, чтобы использовать это самое давление в интенсивной терапии, да и просто в медицине, используются понижающие редукторы, которые снижают давление кислорода в баллоне, вот, с сколько бы там ни было, да, 50, 100, 150 и меньше, 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 до стандартных 5 бар, которые подаются потребителям. Чаще всего в старых, особенно, стационарах источником будет не кислородная станция, а та же самая рампа, на которой поставлены баллоны. Вот, и если вы, внезапно оказывается, что у вас в центральной подаче заканчивается кислород, скорее всего, это потому, что техник, который должен был поменять очередной баллон, здесь не пересчитал расходы и забыл его сменить. В условиях, когда все больше и больше пациентов требуют респираторной поддержки в стационарах, расходы медицинских газов, особенно кислорода, растут катастрофически. Поэтому нужно, планируя работу интенсивной терапии, планируя расширение колькой интенсивной терапии, нужно убедиться в том числе, что кислородная инфраструктура стационара, это дело все выдержит, расход, и кислородную службу озаботить в разросшем, причем не на какие-то проценты, возросшем кратно расходом кислорода, в 2, 3, 4, иногда в 10 раз. Вот, но давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. Источник кислорода, кислородный танк, где хранится жидкий, или кислородная рампа, где подсоединяются баллоны со сжатым кислородом. Снижается давление до рабочих 5 бар, заполняется магистраль. Эта магистраль чаще всего медная. Разводится по палатам, где кислород поступает к кроватям пациентов, кислород поступает к операционным консолям, где опять-таки подсоединяется оборудование. И здесь, как правило, у нас есть вот такие вот розетки быстроразъемного газового подключения, которые могут подключаться потребители медицинских газов. Эти самые розетки бывают совершенно разных стандартов, совершенно разных видов. Если брать старое оборудование и старые больницы, то там зачастую все это подсоединяется просто резьбовыми соединениями, не предусматривающими быстроразъемного подключения, отключения. А поскольку резьбовые соединения чаще всего имели одинаковый шаг резьбы, одинаковый диаметр, то подключая аппарат ИВЛ или вверхозный аппарат, необходимо всегда убедиться, правильно ли подключена соответствующая магистраль, то есть чтобы кислород был подключен к кислороду, воздух к воздуху, закись к закиси, и никаким образом не перепутать, иначе случается катастрофа. В настоящее время современные стандарты быстроразъемного подключения сделаны так, чтобы нельзя было подключить магистраль к чужому газу, то есть каждый разъем в каждом стандарте, он разный, и вы не сможете просто воткнуть кислородную магистраль в некислородную розетку, в воздушную или закисную, или вакуумную. Но самих стандартов великое множество. Вот перед вами здесь наиболее часто встречающиеся в наших широтах. Вот, смотрите, здесь есть и британский стандарт, и французский стандарт, итальянский стандарт, свой, но чаще всего вы встретите два основных стандарта. Это диновский стандарт или германский, дойче, 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 интернациональная номенклатура, немецкая международная номенклатура, и скандинавский стандарт, он же елочка в просторечии, вот смотрите, как выглядят коннекторы. И здесь, и здесь подключить физически кислородный к некислородному коннектору невозможно, кислородный коннектор к некислородной розетке, но разные аппараты оборудуются разными, особенно даже при поставке, разными разъемами, поэтому подключая аппарат искусственной вентиляции или ротаметр, или флометр к кислородной розетке, убедитесь, что у вас есть нужный разъем. В принципе, соответствующие службы, которые в стационаре выделены, инженерные службы могут поменять разъем в течение пяти минут. Здесь ничего хитрого, просто бывает очень обидно убедиться, обнаружить, когда ты приходишь с аппаратом, куда-то, где он должен работать, что его разъемы не подходят к тем розеткам, которые сюда подведены. Поэтому смотрите, опять же, как и в случае с кислородной баллоной, смотрите, чтобы была совместимость между собой разных подключений по всей цепочке. Вот так выглядят DIN стандарты. Это то, что наиболее сейчас широко распространено. Смотрите, каждый из медицинских газов имеет свою механическую кодировку. Даже просто по форме разъема невозможно вставить его в шью разъем. Поэтому этот самый штекер быстроразъемного соединения должен быть вставлен в розетку до щелчка, и он там защелкнется, останется зафиксирован. Для того, чтобы вынуть, вам потребуется нажать на кольцо вот этого быстроразъемного соединения вот сюда. Активируется механизм высвобождения, и розетка освободит коннектор. Вы сможете отключить аппарат ИВЛ или банку, или что-то еще, что вы туда подсоединяли. Плавненько переходим к разнообразным расходомерам или смесителям. Вот одно из первых конечных устройств, то есть устройств уже выдачи медицинского газопотребителя. Посмотрите, здесь точно так же существует проблема унификации разъемов. Выдавая пациенту воздух в количестве под давлением, или кислород, под давлением 5 атмосфер, помните, что здесь у нас содержится в консолях, в местах подведения и в редукторах, которые накручены на баллонах, давление 5 атмосфер. Нам потребуется некое дозирующее устройство, и самое простое дозирующее устройство – это регулятор потока или флоуметр, то есть измеритель потока. Он может быть вот такой пузырьковый, с поплавковым, с плавающим элементом, с шариком или поплавком. Он может быть механический, не помню, есть у меня фотография механическая, сейчас посмотрим, нет, нету. Может быть механический, просто с дозирующими форсунками. Но в любом случае, это то устройство, которое выдает нужный пациенту газ под нужным вам потоком. Не давление в данном случае дозируется, а поток в литрах в минуту. При этом никогда здесь нет герметичного соединения между, собственно, дозирующим устройством и дыхательными путями пациента. Все эти устройства используют негерметичные соединения, катетеры, маски, все что угодно, что не соединено герметично с дыхательными путями пациента. Почему? Потому что, несмотря на то, что есть здесь запорный механизм, который дозирует поток, и этот запорный механизм создает перепад давления от 5 атмосфер, которые здесь внутри, до вполне небольшого давления, приемлемого к ингаляции пациентам, который зависит от потока в данном случае и от ширины вот этих всех магистралей. Если вы создадите замкнутое герметичное соединение, то рано или поздно давление начнет уравновешиваться. Поэтому большая беда случится, если вы попробуете наглухо присоединить дозирующее устройство, ротометр, к дыхательным путям пациента, скажем, через энтерхиальную трубку, давление постепенно возрастает, достигнет таких, тех самых 5 атмосфер и причинит пациенту несовместимую с жизнью баротравму, которую затем очень тяжело будет вернуть обратно, лечить. Поэтому устройства, дозирующие поток под давлением в 5 атмосфер, не должны герметично присоединяться к дыхательным путям пациента. Еще один источник кислорода, но уже под низким давлением, практически не зависящий от внешней подачи кислорода, транспорт, мобильный вполне и позволяющий организовать подачу кислорода там, где ее никогда раньше не было, это кислородные концентраторы. В основе их всегда лежит, они очень разных, много разных моделей, много разных различающихся функционалом, комфортом использования, уровнем шума. Каждый уважающий себя производитель выпускает 1-2 модели кислородного концентратора, но в основе у них все единый физический принцип, это молекулярная сита, так называемый циолит, кипящий камень, который обладает способностью сорбировать кислород из воздуха при повышении давления и отдавать его при понижении давления. Поэтому здесь стоит насос, который создает колебания давления, который извлекает из окружающего комнатного воздуха кислород, аккумулирует его в каком-то резервуаре в танке и выбрасывает под определенным давлением. Давление это невысокое, обычно 10-15 сантиметров водного столба, редко больше, с производительностью достаточной для того, чтобы запитать одного пациента. Как правило, производительность кислородных концентраторов относительно небольшая. Они бывают от для домашнего использования 2-3 литра для изготовления кислородных коктейлей, 6-8 литров для домашнего использования при хронической дыхательной недостаточности, скажем, при тяжелой брахиальной астме или пневмофиброзе. И высокопроизводительность используемого в медицине, которая дает пиковое производительность 10-15 литров в минуту. Больше из них не выжми, как ни старайся. Кислородный концентратор использует в качестве источника кислорода воздух, находящийся вокруг него в комнате. Поэтому концентрация кислорода в комнате может в замкнутом помещении немного снижаться. Поэтому кислородные концентраторы должны стоять в хорошо правительных помещениях. Ну и так, у нас есть 3 принципиальных источника кислорода. Источник кислорода высокого давления, 150 бар. У нас есть источник кислорода рабочего давления, стандартного, 5 бар. и низкого давления, которое мы получаем вот с помощью таких дозирующих устройств или с помощью кислородных концентраторов. Итак, хорошо, кислород заготовили, сделали, выдали, теперь надо дать больному. Что нам доступно в спектре пациента? Это кислородотерапия, когда самостоятельное дыхание сохранено или не очень снижено, когда пациент может сделать вдох, и этот вдох будет достаточно сильным, достаточно хорошим, чтобы порция вдыхаемого воздуха достигла алюлиолярного газа. Мы можем стратифицировать кислородную поддержку, давать с помощью носовых катетеров с небольшой ФИО-2-30-40%, 0,3-0,4. Вот лицевые маски, разные лицевые маски с накопительными мешками и вплоть до кислородных тентов. Давайте чуть поближе посмотрим. Носовые катетеры. Самый минимальный дискомфортный для пациента способ кислородотерапии. Вот там рисунок из старого учебника, смотрите. Между пациентом и источником кислорода находится аппарат Бобровый или банка Боброва или пузырьковый увлажнитель, потому что медицинские газы, особенно кислород, всегда сухие. В них 0% относительной влажности. Нет воды, парообразной воды. Если вы дадите пациенту достаточно большой поток этого сухого газа, очень быстро высохнет слизистая, поэтому пациент будет испытывать дискомфорт. Слизистая перестанет работать на элиминацию инфекции, и рано или поздно здесь разобьется инфекционный процесс. Также слизистая имеет способность трескаться, пересушенная, развиваться геморрагические осложнения. Поэтому увлажняем, даем пациенту увлажненный кислород. Для носового катетера, естественно, нужны свободные носовые ходы, поэтому пациент с тампонадой носоглотки или с зондами, стоящими в носовых ходах, будет получать менее эффективный кислород или не будет получать вовсе. При этом носоглотка служит резервуаром, в котором копится, подаваем вам кислород между вдохами, поэтому даже если пациент дышит носом, все равно подача кислорода, даже пациент дышит ртом, простите, все равно подача кислорода в нос будет эффективной, повышать ФИО-2. Кислородные катетеры хороши носовые тем, что вызывают минимальный дискомфорт. Пациента хорошо переносится, и, как правило, это первый шаг к респираторной терапии, позволяющий просто убедиться, что пациент, у которого респираторный драйв, может, не очень высокий, слегка снижен, будет получать достаточное количество кислорода. Следующий шаг – увеличиваем подачу лицевая маска. Лицевая маска уже послужит неким резервуаром, где будет копиться кислород. Лицевая маска не требует свободного носового хода с носовых ходов и позволяет дышать пациенту ртом. Хорошо подходит для аэрозольной терапии, потому что вот сюда, к лицевым маскам, легко подсоединяются разнообразные небулайзеры, ингаляторы, все что угодно. У больших компаний, производящих респираторное оборудование, есть, как правило, 1-2 толстых каталога, в котором где-то 50-100 наименований разнообразных респираторных приспособлений, они так и называются, медицинские изделия для респираторной аэрозольной терапии. Маски бывают очень разные по дизайну, по комфорту, но дискомфорт пациента чуть более выражен, чем при дыхании на своем катетере, потому что под маской копится тепло в первую очередь, водяной пар и немножечко углекислоты, поэтому пациенту кажется, что воздух под маской не очень свежий. Пациенты не очень хорошо это переносят, не очень хорошо любят, но если дать достаточно большой поток и объяснить пациенту, что все хорошо, как правило, тоже переносится легко и свободно. Лицевая маска с накопительным мешком нужна для того, чтобы пациент имел возможность сделать вдох из резервуара, в котором копится чистый кислород. При этом у этой маски, как правило, есть клапанная система, сейчас поближе покажу, да, вот она. Здесь можно хорошо разглядеть систему клапанов, благодаря которым пациент вдыхает каждый раз из мешка, а выдыхает через клапаны наружу. Поэтому пациент может вдыхать при большом потоке сразу большое количество чистого кислорода, и лицевая маска с накопительным мешком и клапаном может дать до 60-70, ну, если верить заявлениям производителей, то и до 90% ФИО-2, но чаще все-таки это 60-70. Если это лицевая маска с герметичным прилеганием, где пациент только делает вдох из накопительного мешка, тогда можно дать и больше, и 80-90% кислорода. Если нам нужно больше, или если нам нужно обеспечить пациенту комфорт, в течение длительного времени используется кислородный тент, но это редко используется в стационарах, это больше удел домашнее использование пациентов с тяжелыми хроническими нарушениями функции дыхания, потому что в этом тенте с повышенной статистикой кислорода пациент не испытывает дискомфорта, может лежать, есть, спать, делать все, что ему заблагорассудится. Вот в стационаре такое в настоящее время встречается редко, хотя вот американская медицина как раз традиционно в них сильные традиции использования кислородных палаток, кислородных тентов. Есть даже такой же организм про пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью, у которого поместили кислородный тент, что он гонокемпинг, то есть ушел в палатку. Лицевые маски с герметичным прилеганием. Когда мы создаем герметичность между лицевой маской и лицом пациента, кожное покровение пациента, у нас появляется возможность создать под маской избыточное давление, и мы этим начинаем активно пользоваться. Во-первых, пациент не вдыхает атмосферный воздух снаружи, а вдыхает только то, что мы даем ему маской. Значит, у нас создается под маской контролируемая дыхательная смесь. Также появляется возможность создать избыточное давление, то есть мы можем дать пациенту давление сверх атмосферное, таким образом уменьшить работу дыхания немножечко, повысить альвеолярную концентрацию кислорода эффективно и дать пациенту ПДКВ. Вот оно, волшебное слово, которым часто апеллируют в разных дискуссиях, в разных статьях и так далее. ПДКВ или ПИП – положительное давление конца выдоха, positive and expiratory pressure. Какие показания к этому всему? Это любая гипоксимия разного генеза изолированная, стойкая, все ситуации, при которых меняется жесткость легких, то есть увеличивается эластическая тяга легких, легкие становятся более жесткими, более склонными к падению. Это избыток несосудистой воды легких, когда более высокое давление в альвеолах, сохранение положительного давления в альвеолах на вдохе, способствует пропотеванию воды наоборот изолированного пространства в интерстиции или в сосудистые русла. Экспираторная обструкция, повышение давления на выдохе позволяет пациенту постепенно опорожнять легкие небыстро, не вызывая запирание воздуха в воздушных ловушках, если у пациента снижена бронхиальная проводимость. Вот, но спектр, когда мы это все можем использовать, вот там внизу, смотрите, это самые разнообразные нарушения газобин, тяжелая пневмония, отек легких, в том числе и кардиогенные, аталектазы, астматические статусы, респираторный дистанционный синдром, много-много мест, куда можно приложить это самое ПДКВ. Но пока мы говорим о все-таки самостоятельном дыхании, и когда самостоятельное дыхание сопровождается постоянным повышением давления, мы говорим о том, что у пациента есть вот такое явление, как СИПАП. Это и явление, и режим дыхания, и вид терапии, в общем, эту аббревиатуру пихают кому не лень, никуда не лень, что создает достаточно большую путаницу. Что такое СИПАП? Это Constant Positive Airway Pressure, то есть дыхание при постоянно положительном давлении в дыхательных путях. Вот, если раньше пациент дышал у нас, смотрите, да, вдох-выдох, давление то повышалось, то понижалось, вдох, пациент снижает давление в легких, засасывается воздух в легкие атмосферы, выдох в легких давление повышается, пациент выбрасывает воздух в атмосферу, и так все время давление гуляет через ноль, вверх-вниз, вверх-вниз, то если мы даем пациенту положительное давление в конце выдоха, то есть создаем некое препятствие эффективного выдоха пациента, пациент не может полностью опорожнить легкие в конце выдоха, там создается некое положительное давление, то дальше вдох происходит уже не от нулевого давления, а от положительного. Если мы правильно подобрали, то давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла никогда не становится отрицательным. То есть мы все время, пациент вроде бы делает вдохи и задействует свою дыхательную систему, мышцы свои, так же, как и обычно, но при этом давление в дыхательных путях все время положительно и на вдохе, и на выдохе в течение всего дыхательного цикла. Это СИПАП. Вот это честный СИПАП в его истинном физиологическом понимании. Что бывает чаще? Чаще приспособление для СИПАП использует некие клапаны, вот посмотрите на этой картинке, создающие препятствие потоку выдоха, то есть на выдохе создается избыточное положительное давление. Да, окей, все правильно, это PIP, Positive and Expired Repression. Но если при этом пациенту не дать достаточного потока, который обеспечит его инспираторные потребности, то на вдохе у этого пациента по-прежнему будет создаваться отрицательное давление, то есть никаких положительных эффектов от этого мы не получим. Мы только лишь создадим его PIP, но при этом не снизим работу дыхания, не облегчим и наоборот зачастую бывает, вот смотрите, я вам сейчас эту барышню покажу поближе, вот посмотрите на ее шею. Понятно, что это актер, который сниз, актриса, которую попросили сфотографироваться с маской, чтобы разместить ее в каталоге, да, вот поэтому скорее всего вот на этом конце трубки у нее ничего нет. Она пытается сделать вдох от атмосферы. Посмотрите на втянутые надплечья, на напряжение дополнительных мышц вдоха, на напряжение лестничных мышц, ну и на выражение лица просто, то есть эта пациентка испытывает явный инспираторный голод. Она пытается вдохнуть, но вдохнуть ей что-то мешает, ну и выражение лица соответствующее. Вот, поэтому настоящий CIPAP создается не только работой клапана, создающего сопротивление в выдоху, но и достаточным для подпора, для уменьшения работы дыхания потоком вдоха. Вот как выглядит пациент с эффективно работающим CIPAP. Смотрите, здесь есть маска с клапаном, создающим положительное давление и на вдохе, и на выдохе, и источник кислорода с высокой производительностью. И вот так, это буквально фотография сделана позавчера. Пациент, который дышит, смотрите, он спокойный, его мышцы, но здесь не очень видно, размыто специально, чтобы пациента было не узнать, мышцы не напряжены. Вот, под маской все время существует положительное давление. Вот тут манометр есть, видите, он показывает слабо положительное давление. Вот, под маской существует положительное давление и на вдохе, и на выдохе. Вот это CIPAP. Как работает CIPAP, зачем он нужен? Требуется наличие самостоятельного дыхания, иначе это не CIPAP. Пациент должен делать вдохи и выдохи за счет своей мышечной силы. Интерфейс должен создавать герметичность, чтобы положительное давление из-под маски никуда не убегало. Вот, но при этом эта герметичность не абсолютная. Пусть будут утечки, бог с ним. У нас есть высокий постоянный поток, который эти утечки преодолеет, устранит и все равно создат высокое давление. При этом, если мы и на вдохе, и на выдохе создаем повышенное давление, мы устраняем коллапс верхних дыхательных путей. Вот, и если мы при этом пациента создаем одинаковое давление и на вдохе, и на выдохе, то он всю работу совершает сам. Поэтому работа дыхания снижается незначительно, но все-таки снижается. Прежде всего за счет того, что пациенту легче совершить вдох от исходного уровня. Альвеолы уже слегка подраздуты, а значит, их легче будет расправить еще больше. То есть мы частично берем работу по раздуванию альвеолы на себя, на вот это давление. Поэтому работа дыхания чуточку снижается. Вот, СИПАП-терапия вам известна, наверное, в том числе и по лечению хронических абстрактивных нарушений, по лечению сонного апноэ. Есть целая индустрия этой самой СИПАП-терапии для домашнего использования, для лечения храпа, для лечения сонного апноэ, для лечения ночной гипоксии. А также для лечения сердечной недостаточности. Это всегда лицевые маски с герметичным прилеганием. Это всегда маска, способная создать положительное давление. При этом, смотрите, они могут быть и полнолицевые, и ротоносовые маски, ороназальные. И только назальные маски, которые создают давление при закрытом рте. Если пациент откроет рот, давление обнулится. Но, тем не менее, зато с этой маской пациент может, не прерывая, не делая перерывов для респираторной терапии, кушать, разговаривать, не чувствовать себя отрезанным от окружающего мира. Это для многих больных бывает важно. Такое разнообразие масок. И даже, кстати говоря, маска, собранная из маски для снорклинга нашими итальянскими коллегами. Вот здесь присоединен к стандартной маске для плавания, для снорклинга. Присоединен распечатан на 3D принтере переходник, у которого есть колено для поступления воздуха. Смотрите, то есть здесь идет постоянный подпор инспираторный. И вот здесь очень хорошо видно клапан выдоха, который создает сопротивление выдоха при определенном давлении и настраивается на 3-5 см водного столба. То есть постоянно под маской на вдохе и на выдохе, благодаря вот этому подпору, потоку, создается положительное давление. Кроме всего прочего, это самое избыточное давление под маской позволяет устранить обструкцию верхних дыхательных путей. Когда пациент на вдохе, на этом, собственно, основа лечения храпа, на вдохе у пациента не западает, не провисает мягкое небо, не западает корень языка. И пациент может сделать вдох без обструкции верхних дыхательных путей, даже если у него невысокий тонус. Так работает лечение обструктивного сонного апноэ. Вот еще раз повторюсь, что СИПАП-терапия – это целая индустрия, которая зачастую не имеет пересекающихся моментов с интенсивной терапией, но в основном ориентирована на домашнее использование. Поэтому, если вам попадают аппараты в руки, которые могут делать СИПАП, которые позиционируются как аппараты для искусственной вентиляции легких в режиме СИПАП, будьте внимательны, посмотрите на них внимательно, посмотрите, что они могут и умеют, потому что это может вполне оказаться аппарат для домашней вентиляции. И его производительность, тревоги и так далее могут совершенно не соответствовать условиям работы в стационаре. Еще один вид СИПАП-терапии – это хелмет СИПАП или терапия с шлемами. Вот, посмотрите, это больше любят педиатры. В нашей стране, ну, в принципе, в постсоветском пространстве СИПАП-терапия с шлемами почему-то не прижилась, но, в принципе, догадываюсь почему. Потому что шлемы чаще всего пытались присоединить к аппаратам искусственной вентиляции, они очень плохо синхронизируются из-за большого мертвого пространства. А вот в Европе они используют сплошь и рядом, те же итальянцы в своих клиниках, используют СИПАП-шлемы в режиме именно просто постоянной поддержки потоком. Вот здесь у нас есть источник постоянного положительного потока, здесь у нас есть клапан, дозирующий постоянное давление. Вот, и под шлемом создается среда, содержащая нужное количество кислорода под нужным нам давлением СИПАП. И пациент делает вдохи и выдохи при постоянно положительном давлении, при этом не испытывая дискомфорта в области лица, но зато он не может ни поесть, ни поговорить, поэтому в шлемах делается окно. Вот, вот так может выглядеть один из шлемов. Посмотрите, на заднем плане этой фотографии, вот специально не стал обрезать, есть устройство дозирующее. То есть здесь есть ротаметр, который дает поток, здесь есть согревалка, которая согревает проходящий поток. Ну, то есть никакого аппарата EWOLF здесь нет, а просто подача постоянного потока под определенным вот этим клапаном давлением под шлем. Такое многообразие, в общем-то, наверное, и хорошо. Есть у нас маски лицевые, есть у нас шлемы, есть полнолицевые маски, есть маски носовые, потому что разным пациентам подходит разный интерфейс, они по-разному их переносят. Кто-то боится замкного пространства сидеть под шлемом, кому-то натирает маска, кому-то дует в глаза, поэтому на одном и том же пациенте можно попробовать разные интерфейсы, выбрать, которые ему подходят потом. По мере того, как пациент устает от этого самого интерфейса, можно их поменять. Плавно переходим к следующему режиму, к следующей опции высокопоточной кислородотерапии. Это известно под аббревиатурами high-flow O2-терапии или HFOT, или high-flow nasal-конюля-оксиджен-терапии, HFNC. Но чаще всего вы встретите вот такую аббревиатурку, да, high-flow O2 или HFOT. Подача согретой увлажненной дыхательной смеси через носовые конюли с широким просветом. Казалось бы, носовая кислородотерапия, ну да, носовой катетер, носовой катетер, вроде мы уже хорошо его знаем, рассмотрели, но нет. Если поднять подаваемый поток гораздо выше, чем пациент употребляет, 20-30-50 литров в минуту, для этого нам потребуется некий мощный генератор потока, микшер, который будет создавать нужную концентрацию кислорода, увлажнитель, потому что при таких скоростях слизистые высыхают очень-очень-очень быстро, подогреваемый контур, потому что из этого увлажненного потока будет вода оседать на стенках холодного контура и создавать пациенту дискомфорта, нам проблемы. Ну и некий носовой элитрохиостомический интерфейс. Начиная с потоков 20 и более литров, 30 литров в минуту, начинается магия, обусловленная уже не только взаимодействием, просто подачей большого количества кислорода пациенту, но подачей большого потока в дыхательные пути под постоянным небольшим положительным давлением. Что в первую очередь происходит? Происходит практически полная элиминация мертвого пространства. Помните, мы говорили о том, что часть работы дыхания расходуется на вентиляцию мертвого пространства в большей степени, чем чаще пациент дышит, чем больше частота дыхания. Поэтому происходит полная элиминация мертвого пространства. Подача кислорода создает небольшое, но положительное давление в конце выдоха, то есть небольшой сипап. Подача кислорода с большим потоком за счет этого давления уменьшает работу дыхания. Каждый раз, когда пациент делает вдох, ему подается небольшое количество кислорода под небольшим давлением. И пациент очень хорошо это переносит. Кроме того, вот посмотрите, тот пациент, который вам показывал в начале, но уже на подробной кислородотерапии. Ушла одышка, ушла тахикардия, восстановился газообмен, пациент чувствует себя комфортно. Вот. Резко увеличивается оксигенация, удаляется углекислота. Очень важный момент – это выраженное увлажнение слизистых, улучшение мукоцеллярного клиренса. Пациенты при таком активном увлажнении начинают очень интенсивно откашливать все, что накопилось в дыхательных путях. Мукоцеллярный клиренс оживает, убирается мокрота, убирается слизь. Пациенту становится легче дышать, но и первые несколько часов он очень активно санируется. Вот. И эта самая сихопоточная кислородотерапия в настоящее может быть и в виде отдельного аппарата, доступного просто в виде аппарата, как он есть, поставили и работает. В виде систем, собранных из компонентов, как я вам показывал, генератор потока, увлажнитель, микшер. Или может быть интегрирована как часть аппарата ИВЛ, потому что современные производители поняли, что это хорошая опция, которой надо пользоваться. И современные производители интегрируют даже в аппараты ИВЛ не высоких линеек, а интегрируют генератор потока и возможности увлажнения. Эта методика относительно новая, она всего несколько лет как активно вошла в клинику, но уже появляется понимание, что потенциал раскрытий до конца. Вот перед вами картинка достаточно свежая, есть в Италии, в Миланском университете такой профессор Томасо Маури, который активно экспериментирует с разными видами неинвазивной поддержки. Он додумался до чего, смотрите, под шлем СИПАП, который обеспечивает постоянное положительное давление и нужную концентрацию кислорода, заводится высокопоточная кислородная конюля, которая обеспечивает снижение работы дыхания и увлажнения. Таким образом достигается возможность достаточно хорошо увлажнять, нагнетать, снижать работу дыхания и независимо от того открыть рот, закрыть рот контролировать давление в дыхательных путях. Плавно переходим, ну тут уже мы вторгаемся в области вентилятора, респираторной поддержки аппаратной, к ней инвазивной вентиляции легких. К ней инвазивной вентиляции НИВ, англоязычная аббревиатура или НИВЛ, русскоязычная, потребует от вас аппарата ИВЛ. Это то, с чего начинается аппаратная поддержка дыхания. Но этот аппарат ИВЛ, даже большой помощник, он позволит вам создать любую требуемую ФИО-2, позволяет вам управлять давлением во всех фазах дыхательного цикла, потому что у нас есть герметичное соединение между маской и лицом пациента. Масочная вентиляция потребует все-таки от пациента сотрудничества, пациент будет эту маску, если ему не нравится, снимать с себя, пациент будет переживать, если маска ему не подходит. И масочная вентиляция противопоказана при нарушении сознания и защитных рефлексов. Поэтому очень большой соблазн нацепить маску на пациента, который плоховато дышит, потому что у него развился инсульт или потому что у него гнило сознание медикаментозное, это очень плохая идея. Неизбежно разовьется регургитация и аспирация желудочного содержимого или микроаспирация мокроты или слюней или всего, чего в ротовой полости у пациента будет, и рано или поздно у пациента разовьется аспирационный синдром пневмонии. Поэтому правило масочной ИВЛ требует сотрудничества пациента, правило масочной ИВЛ требует наличия сознания. Еще один принцип это то, что адаптация аппарата к пациенту, а не наоборот, не больной должен привыкать к тому, как аппарат его вентилирует, а аппарат должен подстраиваться под пациента, под его потребности, Причем эта подстройка может быть вполне динамическая. Сначала пациенту комфортно так, потом он успокоился, ему стало комфортно по-другому, потом можно еще поменять режимы. Неинвазивная вентиляция может быть либо самостоятельной мерой лечения дыхательной недостаточности, может быть переходным этапом от дыхательной недостаточности к традиционной валу, если инвазивная вентиляция не справляется, или наоборот от традиционной инвазивной вентиляции легких, по мере того, как пациент перестает в ней нуждаться к поддержке сеансами неинвазивной вентиляции. Что хорошо, неинозимой вентиляции можно подключать и отключать, то есть можно делать прерывы с сеансами, в прерывах между которых пациент может поесть, умыться, откашлиться. Неинозимая вентиляция не подавляет кашель, позволяет прекратить седацию, потому что не раздражает рефлексогенные зоны дыхательных путей. Незинная вентиляция может осуществляться в самых разнообразных режимах, контролируемых и по давлению, и по объему, и название этих режимов каждый производитель называет по-разному, они могут по-разному реализовываться в аппаратах ИВЛ разных производителей. Основные проблемы, как я уже сказал, это адаптация маски к лицу и сухость дыхательных путей, потому что незинная вентиляция не всегда использует возможности увлажнения. Маски лицевые, вы их уже видели, многообразие этих масок позволяет менять модели, разгружая покрова, кожаная покрова пациента там, где они уже устали, чтобы избежать мацерации, избежать пролежней, можно перемещаться от носовой маски к полной лицевой, к шлему и обратно, в зависимости от того, как пациенту комфортнее. Для аппаратов ИВЛ подходят либо аппараты для неинвазивной вентиляции, либо аппараты, имеющие соответствующий режим, то есть реанимационные аппараты ИВЛ, у которых есть неинвазивный режим искусственной вентиляции, либо специализированные, которые специально созданы для неинвазивной вентиляции. Почему? Потому что нужен высокий максимальный поток, 150-200, а то и 300 литров в минуту, это много, потому что маски обеспечивают неполное прилегание, обеспечивают утечки, у пациента будут неизбежны утечки, чтобы создавать давление потребуется высокий поток. Специализированные аппараты могут работать даже когда утечка превышает 90%, все равно он даст то давление, которое больному нужно, в том объеме, которое больному это, в течение того времени, когда это больному нужно. Практически это всегда высокопроизводительная турбина, которая шумит, поэтому не удивляйтесь, аппараты неинвазивной вентиляции шумные. Но зато для этой турбины точность поддержания объемов не важна, пациент все равно вдохнет столько, сколько ему нужно под нужным вам давлением. Зато необходимы хорошие датчики потока, чтобы аппарат взаимодействовал с пациентом, обеспечивая комфорт пациенту, чтобы не было ни аутоциклирования, ни достаточно высокой подачи потокового голода, потому что это то, что вызывает у пациента ажитацию, что вызывает у пациента дискомфорт и желание отказаться от неинвазивной вентиляции. Часто замыкается вот такой патологический порочный круг. Пациент на фоне гипоксии впадает в возбуждение, ему подключают неинвазивную вентиляцию, пациент начинает чувствовать себя некомфортно, начинает снимать с себя маску, ему не нравится. Гипоксия усугубляется, возбуждение усугубляется, пациент еще больше борется с аппаратом и потихонечку, потихонечку, в течение короткого времени пациент приходит к необходимости выключения сознания и перехода на традиционные ВЛ. Как это избежать? Объяснить пациенту, поговорить с пациентом, рассказать ему, что должно происходить, как он должен себя чувствовать, что он должен делать, потому что, когда вы применяете режимы, например, СИПАП, очень часто у пациента рефлекторно возникает желание перебороть. Вы даете пациенту сопротивление на вдохе, собственно, в этом есть смысл СИПАП-терапии, чтобы на вдохе было положительное давление. Пациент начинает изо всех сил перебарывать с помощью дополнительных мышц выдоха, прилагать дыхательные усилия, чтобы перебороть. Вот нужно объяснить пациенту, что не нужно бороться, что нужно, наоборот, расправить легкие, лежать спокойно, аппарат вам будет помогать. Если с пациентом работать, неинвазивная вентиляция достаточно мощный способ, позволяющий избежать перехода на инвазивную вентиляцию, позволяющий избежать выключения сознания со всеми сопутствующими проблемами в виде иммобилизации, в виде нарушения самостоятельного дыхания, нарушения кашля и так далее. Но для этого врач должен провести некоторое время рядом с пациентом и с аппаратом, подстроить аппарат под пациента, объяснить больному, что делать, чего не делать, как себя чувствовать. Ну и в завершение короткий совершенно обзор по традиционной искусственной вентиляции, потому что этому мы планируем посвятить следующую лекцию. Ну вот, инвазивная искусственная вентиляция просто в виде представления, это то, с чего начиналась собственная искусственная вентиляция легких, респиратурная поддержка в целом. Это вдыхание, вдувание в пациента воздуха с положительным давлением, поэтому она антифизиологична. Наши легкие устроены так, чтобы работать под нулевым и отрицательным давлением. Вдувание при положительном давлении имеет хорошо изученные и позитивные, и негативные эффекты, и нам приходится их принимать во внимание, иметь их в виду, чтобы мы не делали. Взаимодействие аппарат-пациент возможно в очень широких пределах. Мы можем полностью протезировать дыхательную функцию, можем немножко помогать пациенту выполнять дыхание, можем протезировать отдельные компоненты, например, силу вдоха. И, конечно, будучи мощным инструментом, при неправильном применении она способна применить вред, а неправильное применение – это, прежде всего, неподготовленный специалист, который не очень понимает, что же он хочет от аппарата, и что аппарат ему хочет сказать, к чему аппарат хочет привлечь его внимание. Но постараемся по мере возможности в следующих наших лекциях эти пробелы ликвидировать для того, чтобы вы, взаимодействуя с аппаратом ИВЛ, как минимум понимали, что происходит, а в лучшем случае, в идеальном случае, еще и могли понять, что нужно делать для того, чтобы устранить то, что вам не нравится, то, что происходит не так, как нужно. Уважаемые коллеги, на этом я закончил первую часть лекции, и, пожалуй, что вопросы, которые пришли в онлайн, можно вполне по силам, даже аппаратам ИВЛ из базовой линейки. Если же вы можете говорить о том, что нам по какой-то причине нужно большее давление, это уже как минимум небезопасно, поэтому нет. Возможно, в корне вопроса лежит то убеждение, что многие аппараты ИВЛ конструкции старые, те, которые предусматривают себе объемный респиратор, да, как такие, как РО-6 или ФАЗА-5, те, которые в большом количестве по постсоветскому пространству рассеяны, в состояниях очень-очень разных, от совершенно хороших до требующих капитального ремонта, вот, то, да, надо понимать, что эти аппараты не обеспечат те потребности пациента, которые они могли бы, у него могут возникнуть в ходе вот такой тяжелого заболевания дыхательных путей и большой массы пациента. Поэтому, если вы имеете аппарат, способный обеспечить высокий переменный поток, а это почти что все аппараты практически всех базовых линеек современных производителей, вот, то, нет, этому аппарату по силе масса тела пациента и 200 и 300 килограмм проверяли сами. Спасибо. Владимир Дмитриевич спрашивает, насколько достоверна пульсоксиметрия у лиц негроидной расы? Немножко, немножко про это я уже говорил, когда говорил о пульсоксиметрии. В руководствах по пульсоксиметрии написано, что влияние пигмента на показатели пульсоксиметра начинается в диапазоне между 60 и 80 процентами с сатурации, а это в любом случае ниже, чем то, что мы хотим видеть у реанимационного пациента. Поэтому в физиологических пределах пульсоксиметрия будет отличаться практически не будет. Если будет погрешность там в 1-1,5 процента, это несущественно для клиники. Спасибо. Алексей Менович спрашивает о вашем отношении к современным режимам интеллектуальной вентиляции, которые реализуются в современных аппаратах, анализом сатурации, капнографии и, соответственно, подбором минутной вентиляции по ДКВ и ФИО-2. Уважаемый Алексей Менович, вот знал уже, что в начале лекции нужно было разместить баннер, просьбу убрать от экранов беременных животных с неутойчивой психикой и врачей-анестезиологов-реаниматологов. Конечно же, мы можем сейчас влезть в дебри обсуждения разнообразных режимов ИВЛ, но если позволите, я все-таки оставлю это на вторую, а если случится третья и на третью часть лекции, потому что это уже все-таки тонкая настройка. Но если в общем и целом, то современные интеллектуальные режимы могут очень и очень многое, и они делают это хорошо. Но какими бы они ни были интеллектуальны, там все равно работа идет на основе определенного алгоритма, который заложили в него его создатели. Поэтому, следуя за профессором Хавье Гарси из Мадридского университета, я склонен к тому, что на каждом аппарате ИВЛ должен висеть большой баннер. «This machine has no brain, use your own». В этой машине нет мозгов, используйте свои. Спасибо. Никита Игоревич спрашивает, согласны ли вы, что при новой коронавирусной инфекции, при пневмонии, по мнению многих врачей, ИВЛ, несмотря на нормативы, назначается при сатурации 70-80, так как пациенты легче переносят гипоксию, чем при других патологиях. Уважаемый Никита Игоревич, я, пожалуй, что здесь привлеку в качестве приглашенного эксперта, приглашенной звезды Сергея Васильевича Царенко, который в последнее время достаточно много пишет о своем опыте. И действительно, при COVID, да не только при COVID, при вирусных пневмониях и другой теологии, мы это видели, есть такой период, который обозначается в англоязычных источниках happy hypoxia, то есть веселая или счастливая гипоксия. Пациент вроде бы имеет достаточно выраженную гипоксию, но при этом переносит ее хорошо, ему хорошо, а в силу определенной энцефалопатии ему еще и весело. Но если при этом нет тяжелых жизнеугожающих расстройств, то вот следуя опять же за Сергеем Васильевичем, полагаясь на его опыт, я, скорее всего, скажу, да, здесь появляется такой вот синдром мальчишаки-бальчиша, или тактика мальчишаки-бальчиша, нам бы день простоять, до ночь продержаться, цитирую Сергея Васильевича дословно. То есть продержаться на гипоксии, совместимой с хорошим самочувствием пациента, а действительно мониторинг, контакт с пациентом – один из мощных средств мониторинга, мощных наших мониторных, лучше многих наших мониторных показателей. Вот если пациенту при этом хорошо он не испытывает тяжелого дискомфорта, если при этом у него не нарушаются органные функции, вот, то, наверное, можно его оставить действительно на этой сатурации, потому что потом, по мере развития болезни, как раз это характерно для вирусных пневмоний, четкая фазность развития болезни, затем эта гипоксия разрешится сама собой, когда наступит следующая фаза, и мы избежим многих опасностей, связанных с переводом пациента на ИВЛ в жестких режимах. Вот поэтому, пожалуй, что да, пожалуй, что да. Спасибо. Антон Борисович благодарит Вас за интересную лекцию, за опыт работы вместе с Вами в ординатуре. Спрашивает, можно ли достоверно оценивать сатурацию кислорода у пациента с фибрилляцией, трепетанием предсердий, учитывая изменение пульсовой волны у такого пациента? Антон Борисович, рад Вас приветствовать. Можно, да, конечно же, можно, потому что не нужно, не важно, чтобы эта волна была регулярной. Пульсоксиметр к регулярности волны относится очень спокойно. Но важно, чтобы был достаточно выраженный пик. То есть надо, чтобы был пик и провал. То есть анакрота, катакрота и декротическая вырезка. Ну и опять же, еще раз повторюсь, что пульсоксиметрическая сатурация будет эффективна тогда, когда будет эффективная периферическая перфузия. Не важно, какая она. Спасибо. Галина Валентиновна и многие другие участники семинара задают вопрос, каков механизм улучшения вентиляции в положении пациента на животе? Хороший, сложный и очень-очень интересный и однозначный вопрос. Мы очень мало знаем про, если я так понимаю, что речь идет о вентиляции пациентов с COVID-19. Сейчас все наши респираторные образовательные мероприятия, прежде всего, посвящены этому. Но давайте начнем с простого. Мы хорошо знаем, каков механизм улучшения вентиляции на животе у пациентов, вентилируемых положительным давлением при заболеваниях невирусных. Это, в первую очередь, перераспределение интерстанциальной жидкости в легких, которая по градиенту гравитации опускается в другие отделы легких. Это расправление от электазов, которые формируются в заднебазальных отделах легких. И это изменение вентиляционно-перфилотных соотношений. В случае с COVID-19 сейчас идет такой вал противоречивой информации. Уже, по-моему, согрешили и на токсическое действие в отношении гемоглобина, грешили и на токсическое действие вируса в отношении капилляров легочных. Но в любом случае понятно, что гипоксия в этом, при таком патогенезе, имеет какой-то механизм, реализуемый через нарушение вентиляционно-перфилотных соотношений. Какой именно? Пока нигде фигурирует, но никто за хвост еще не поймал. Понятно, что изменяя положение тела пациента, то есть изменяя гравитационные соотношения, мы изменяем вентиляционно-перфилотные соотношения. Тоже не хотел в этой лекции залезать, оставлял на потом, но немножко придется сказать. Вентиляционно-перфилотные соотношения – это соотношения между потоком воздуха, поступающим в альвеолу, и потоком крови, поступающим к этой же самой альвеоле. Они должны быть оптимальны для того, чтобы газообмен совершался оптимально. Изменяя гравитационные соотношения, мы изменяем ток крови в той или иной области легких, просто потому что кровь – это жидкость, которая также подчиняется гравитации. И поворачивая пациента, мы таким образом пытаемся его позиционировать в оптимальном для газообмене положении. Причем далеко не всегда и не обязательно это будет только лишь пронпозиция, то есть положение на животе. Были в нашей практике пациенты, которых, к примеру, приходилось поворачивать на другие бока или на живот, на спину каждые 30-40 минут, потому что вот так у него изменялись вентиляционно-перфилотные соотношения. Всем подходит лежание на животе в течение часов, а ему не подходит, у него газообмен начинает снижаться. Поэтому вот при таком плохо известном механизме патогенеза и плохо предсказуемом ответе, здесь критерием истинной будет практика. Положили, повентилировали, посмотрели, стало лучше – хорошо, оставили так. Стало лучше, потом стало хуже – надо что-то менять. Повернули, стало сразу хуже – значит, ищем, в каком положении будет лучше. Поэтому механизмов здесь много, и какие из них именно связаны с вирусом – пока не могу ответить. Спасибо. Михаил Геннадьевич пишет. Как Вы считаете, при подаче кислорода через носовую конюлю со скоростью 5 или 10 литров в минуту, это будет одинаково эффективно для пациента? Михаил Геннадьевич пишет. Наша газовая служба в условиях работы COVID утверждает, что более 5 литров в минуту подавать нецелесообразно. Спасибо за ответ и лекцию. Михаил Геннадьевич, я прекрасно понимаю, чем вызвана вот эта вот петиция газовой службы. Действительно, когда появляется много пациентов с респираторной поддержкой, и многие из них используют высокопоточные методики, а 5, 10, 20, 30 литров в минуту, газовая служба, конечно, говорят жаргонным языком, зашивается. Нагрузка на нее возрастает кратно. Поэтому, конечно, они пытаются всеми правдами и неправдами уменьшить свой расход. Их можно понять. Что касается эффективности, то считается, что на своем конюляме невысокопоточными. Как не дуй, а больше 40% ФИО2 создать не создашь. Классическая по учебнику тактика респираторной терпии начинается с ингаляции 6 литров в минуту. Не 5, не 10, а вот 6. Потом можно снижать, если не помогает 6 литров в минуту, надо переходить на другой источник, другой интерфейс пациента. То есть выбирать маску или маску с накопительным мешком. Поэтому, ну, наверное, истина лежит где-то посередине. Все-таки 5 литров в минуту имеете право и 10 имеете право, если вам нужно. Но лучше и экономнее, если вы при этом понимаете, что 5 или 6 литров в минуту не помогает, возьмете другой интерфейс. Возьмете лицевую маску или маску с мешком. Спасибо. Дмитрий Викторович спрашивает, какого объема баллон с кислородом разрешено хранить в помещении? Уважаемые коллеги, вот не планируя вдаваться в подробности по хранению и транспортировке баллонов, в лекцию не включал именно сами требования, то, что не касается медицины как таковой. Но пока вот ехал сюда в студию, пробежал бегло, чем вообще у нас регламентируются условия хранения и транспортировки баллонов и нашел, что у нас регламентируется как минимум 3 ведомства этим ведают. Это технадзор, это охрана труда и это пожарная безопасность. У каждой из них есть многостраничные руководства по ограничению в работе, транспортировке, допуске сотрудников к работе с высоким давлением. Вот, и там немало противоречий в том числе. Поэтому, вот, если мы хотим найти, как оно действительно разрешено, чтобы никто не прикопался, боюсь, что мы не найдем в регламентирующих документах. Вот, зная, что сейчас происходит в здравоохранении и вот после этих резонансных случаев с пожарами в стационарах, пожарная охрана будет ходить, будет проверять и будет требовать выполнения требований пожарной охраны. Вот, поэтому, наверное, сконцентрироваться прежде всего надо на требованиях пожарной охраны. Потом после них придет технадзор, вот, хотя, может быть, стационар технадзор не дойдет, ограничится только техническими службами. А потом после них вас будет мучить охрана труда. Вот, поэтому приготовьтесь к длительной истории борьбы с противоречивыми указаниями. Но, вспоминая, вот, те времена, когда в стационарах работали без центральной подачи кислорода, и баллоны были и 10, и 40-литровые были в оперблоке баллоны с условием, что от баллона до места, где работают люди, должно быть не менее 5 метров. Вот, во всяком случае, помню, что было требовано такое, чтобы баллоны не находились непосредственно в помещении, где происходят работы. То есть непосредственно в операционной баллоны нельзя было хранить, нужно было его выносить в предоперационную. Когда вставал вопрос о газоснабжении отдельно стоящего здания поликлиники, тоже пожарная охрана запретила располагать баллоны, 40-литровые в данном случае, на этаже, вот, и потребовало создание отдельной пристройки, ну, будочки такой кислородные, где баллоны бы хранились, получается, за пределами стен здания, но при этом в запечатанном помещении с хорошо проветриваемым, ну, с вентиляционным отверстием. То есть, в принципе, это очень хорошее проветривание. Поэтому, увы и ах, но здесь проблемы будут, неизбежно будут. Спасибо. Регулярно нас, нашим лекторам присылают вопросы. Вот сейчас Никита Игоревич спрашивает о вашем отношении к применению барокамеру пациентов с ковид-пневмонией. Никита Игоревич, постоянно обновляются рекомендации, вот, и по представлению вот всех публикаций по лечению ковид-пневмонии барокамера представляется одним из наиболее перспективных методов, но пока с нулевой доказательной базой. То есть, патогенетический эффект у нее однозначно будет, вот, но возможность ее применения, а самое главное массовость ее применения под большим вопросом, потому что, среди всего прочего, здесь еще встает вопрос ресурса, а барокамера это несколько, даже потом подумать, какая емкость, несколько сот литров, наверное, да? То есть, это большая емкость чистого кислорода, который мог бы быть потрачен на других пациентов, и это, ну, несколько десятков минут, как минимум. Ну, и в ней нужно находиться и медицинскому работнику, так, вместе с пациентом, с тяжелым. Ну, если это речь идет о пациентах, требующих искусств и вентиляции легких, то барокамер, в которых есть встроенный аппарат ИВЛ, их считанные единицы на, вот, постсоветском пространстве. Это одна-две модели, сейчас, предварительно не скажу, вот, и их всего ничего, если посмотреть по большим клиникам, наверное, меньше десятка найдется. Барокамеры, в которых пациент может дышать самостоятельно, их много, и пациенты на начальном уровне дыхательной недостаточности вполне могут там находиться, но нужно смотреть целесообразность использования ресурса, вот такого, а, во-вторых, у нас пока нет еще никакой доказательной базы, никакого фидбэка по токсическому действию кислорода, в том числе у таких больных, а мы помним, что там есть еще и феномен стокинового взрыва, значит, там этих токсических форм кислорода много. Спасибо. Петр Николаевич спрашивает, какова газовая среда в шлемах при хелметерапии? Содержание ПЦО2? Да, ПЦО2. Да, ПЦО2. Здесь, наверное, все-таки надо говорить о... Ну, даже нет, почему? ПЦО2 в выдыхаемом воздухе вполне можно измерить, и можем измерить и объемную долю, это будет экспираторная или экспираторная, экспираторная фракция, и можем измерить и порционное давление. Значит, шлем — это большое мертвое пространство, совершенно верно. Вот, газовая среда там будет такая, какую вы ее создадите, но с учетом того, что это мертвое пространство будет обладать значительной инертностью. Поэтому, если вы дадите достаточно большой поток, больше, чем емкость шлема и потребление пациентам, ну, дайте, допустим, 50 литров в минуту, давайте дадим, вот, заведомо большой. Вот, эта газовая среда будет обновляться все время, она будет там, ПЦО2 будет стремиться к нулю. Все выдыхаемое пациентам будет элиминироваться. Дайте там чуть больше, чем минутная вентиляция пациента, дайте 10-12 литров в минуту, вот, будет создаваться определенный уровень гиперкапнии, особенно учитывая то, что углекислота постепенно будет скапливаться в отлогих местах шлема, то есть там, где углекислота более тяжелая, чем воздух, а там, где у пациента вот эти шейные карманы. Вот, пока готовил лекцию, столкнулся с очень интересным слайдом. В общем, там врач, который вынужден спать в шлеме из-за нарушения дыхания, вот, если хотите, потом эту, в следующую лекцию этот слайд вставлю, вот, перечисляет, какие недостатки у шлема. Там и виниловая текстура, которая касается лица и не дает возможности, пробуждает постоянно в течение ночи, потому что холодно, неприятно к лицу в жаркие ночи. И неприятная мацерация на шее, и лямки, которые ему давят, и невозможность спать на животе, вот, и клапаны, с которым приходится считаться при каждом движении. В общем, там очень такой крик души, негативный отзыв, я его специально не стал вставлять, чтобы совсем не создалось его впечатление, что шлем – это ужас, кошмар. Вот, поэтому шлем – это хорошее средство создать, особенно нужную дыхательную среду, особенно у детей, там, где с масками или с носом, они не могут быть проблемы. Вот, но переносятся они, конечно, по-разному, очень зависит от того, насколько этот пациент толерантен. — Спасибо. Дмитрий Николаевич спрашивает, как подбирается оптимальное давление СИПАП? — Дмитрий Николаевич, спасибо за вопрос. Дмитрий Николаевич, оптимальное давление СИПАП, фактически речь идет о подборе оптимального ПИП, ПДКВ, да, это такой священный грааль, в поиске которого анестезиологи-герематологи сходятся на больших конгрессах, сшибаются, ломают копья, ругаются, обижаются друг на друга, потом снова мирятся, потом снова подбирают оптимальный. Вот, здесь целая куча разных подходов, которые, каждый из которых чем-то хорош, чем-то плох. Поэтому сказать, какой оптимальный ПИП, я вам не смогу, вот, его не существует в природе. Вот, но мне очень импонирует подход, вот, я уже упоминал сегодня профессора Хавия Гарси из Мадридской респираторной школы, вот, который декларирует со всех высоких трибун, кстати, его за это не любят многие коллеги, которые встают на трибуну и начинают кричать, не существует оптимального ПИП, ПИП должен быть такой, каким он должен быть, ни больше, ни меньше, вот, конкретно сейчас, для именно этого пациента, в этом положении тела, с этой фракцией кислорода, с, в это время суток, в эту фазу луны, грубо говоря, вот так. Вот, поэтому есть много стратегий подбора ПИП, это отдельная лекция, которую я читаю периодически врачам, анестезиологам, линематологам, там есть очень-очень-очень много подходов и по элиминации углекислоты, и по подбору оптимального ФРС, и по оптимальному комплайнсу, и по соотношению ФИО-2 к ПО-2, то есть респираторному индексу. Вот, поэтому, что вам сказать, как видите, многообразие способов говорит о том, что идеального способа нет, оптимальное давление СИПА в большинстве случаев подбирается у постели больного методом проб и ошибок. Спасибо большое, Сергей Георгиевич, много еще вопросов, еще больше благодарности прислали участники нашего семинара, команде наших инженеров нужно готовиться.